Девушки отдыхают Я рад вернуться Добро пожаловать домой Ты принёс подарки? Посмотри в мешке В бутылке что-то есть Как красиво Почему мама получила красивое колечко, а я бутыль с водой? Твоя бутылочка наполнена мечтами и приключениями И сколько она стоит? Десять Десять золотых Как дёшево Главное не цена, а чувство, что стоят за подарком Приятного аппетита! Прости, что так редко бываю дома Ничего Как долго будешь путешествовать в следующий раз? Наш целитель совершенно непостоянный Так что, вероятно, я надолго Но к зиме точно вернусь Зиме? Да Что за чудесная деревня? Она расположена вблизи диких земель Но монстры и люди живут здесь в мире Но когда-то давно Монстры лишь нападали на людей Так было до прихода целителей Целители обладали силой, что смогла исцелить сердца монстров У тебя тоже есть эта сила, знаешь Я слышала это уже сотню раз Я не так часто тебе об этом говорю Папа Зима почти кончилась Что еще? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы покупать что-нибудь будете или продолжите таращиться? Ох, простите, мы сейчас что-нибудь купим. Определенно хотим что-нибудь купить. Продолжение следует... Да, мы понимаем. Мерк, послушай девушку. Мы можем попытать счастье в другой раз. Сегодня! Мой гороскоп говорит, что сегодня идеальный день для путешествия в поисках себя. Тебя куда больше заинтересовала фраза о встрече с красивым рыцарем, не так ли? Мерк, ты не думаешь, да? Забудь об этом. Между жидкостью и твёрдыми телами любви быть не может. Не умею наверняка, пока я не влюблюсь! Она очень странная. Да... Я никогда не видела в этом городе похожих на фейсуществ. Возможно, она невероятно могущественный мат. И у тебя глаз, а у нас... На самом деле я магическая девочка из бутылки. И моя обязанность... ...исцеляя сердца путников, уставших от долгих путешествий. Чувствуете? Созерцая меня, вы расслабляетесь, не так ли? Максимум, на что ты способна, плавать и плохо шутить. Тогда, может, ты могущественный. У вас глаз алмаз. На самом деле я... Известен как первый слабак на деревне. Убегающий с поля сражения быстрее всех. Это, конечно, правда, но зачем всем-то рассказывать? Они друзья, да? Да. Ровным счётом я ничего не помню до встречи с Юсом. Вот почему я надеялась отправиться в путешествие и вернусь свои воспоминания. Знаю. Но нужно хорошо подготовиться, а не делать это потому, что так сказал гороскоп. Парень, чтобы отправиться в путешествие, не нужна причина. Почему бы вам не пойти вместе с караваном? Так вы сможете посетить все страны. Возможно, вы повстречаете кого-нибудь, кто знает об этой фее. Что ж, тогда остановимся на наборе для юных путешественников. Она включила режим продажи и серьёзно относится к своей работе. И ещё... Мешок-вонючка. Чтобы монстры обходили стороной. Мешок-вонючка? Рекомендую. Носите его, и все монстры обходят вас стороной. Правда? Ходят слухи, что в некоторых местах ещё есть проблемы с монстрами. Я беру. Побыстро! Косово с пять тысяч золотых. Так дорого! Но я всё равно беру. Спасибо за покупку. Люсан, а тебе бюджет позволяет такие покупки? Раз уж ты решил потратить столько денег, то купи мне блестяшку. В следующий раз купим тебе что-нибудь. Пока у меня есть это, можно не бояться монстров. Что это было? Разумный пушистик? Нет, это монстр. Это определённо был монстр. Пойдём за ним! Спасибо! Подожди, Мерк! Стой! Это у меня на блестящее колечко! Я же сказал, что не куплю тебе блестяшки. Забудь об этом. Раз уж монстр унёс в мешок в вонючку, то что-то нехорошее может случиться с пушистиком. Мы должны поймать его. Он упал! Монстр! Подходите, подходите сюда! Это городской карнавал! И сегодня последний день! Это карнавал монстров! Постой! Эй! Подожди! Пашистик, сам успокойся! И отдай мне мешочек! Мяу-сан! 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 Сакой, мяу-ганьки! Мяу-сан! Мяу-сан! Пронесло! Больше так не сбегай! А что, если банка разобьётся? Прости! Ну, зато мы вернули наш мешок вонючку. Не может быть! Что случилось? Эмберсон просто вне себя! Тот кроха вдруг выпрыгнул. И сломал шатёр. Мяу-сан! Используй магию исцеления! Магия исцеления? Магия! Магия исцеления? Ты целитель! Что вы здесь делаете? Мы спасены! Исцели Фламбера! Нет, я... Я не могу! Давай, покажи ему! Ты справишься! Пожалуйста! Мы ведь оторвались, да? Йо-сан, прости меня. Ты так заволновался, что даже не попытался. Простите! Зря я это сказала. Всё равно бы ничего не вышло. Мяу... Ладно. Пушистик-сан! Да забудь о нём! И об этом! Я очень беспокоюсь! Почему? Пушистик-сан ослаб после кражи Мишка в олёчке. Должна быть какая-то причина! Да какая разница! Ты уверен? Хватит! Это не наши проблемы. Он исчез во время всей этой суматохи, да? Да он просто одурачился. И сейчас он пушисто проводит время. Ладно. Что это было? Это из леса! Что случилось? Это из леса! Больно! Ты как, Мерк? В порядке! Это Энигма! Я заражённый монстр? Кушистик-сан защитил тебя! Не может быть! Ты в порядке! Почему оно меня преследует? В книге сказано, что заражённый монстр нападает на людей! Кушистик-сан защитил тебя! Кушистик-сан, берегись! Нет! Он пытается помочь? Ну-ка! Ки-ки-ки-ки! Ки-ки-ки-ки! Пио-сан! Ки-ки-ки! Пио-сан! Сейчас! Используй магию сцеления! Какой стиль Voice Фа-как? Используй, чтобы было удобно. Гари-ки-ки! Веру свою машину, меня друзья! Продолжение следует... Здесь теперь так спокойно... Ты целил его? Да... Целители могут исцелять сердца монстров. И у тебя есть такая сила. Когда-нибудь ты к ним привыкнешь. Слезь с меня! Уходи! Загадка разгадана! Пушистик-сан хотел держать своего друга и Нигу-сана подальше от города. Что за пушистик-сан? Так зовут того пушистого монстра. Какое ужасное имя. Неважно! Важнее то, что пушистик-сан хотел отнести мешочек вонючку своему другу, которого не исцелили. Зараженные монстры нападают на всех, кого видят. Пушистик-сан не хотел, чтобы люди пострадали. Вот как все было. Ихи двое были друзьями, да? Именно так! И у монстров есть сердце и друзья! Но как ты об этом узнала? Красивую пушистику-сана! Необходимые вещи для путешествия я отдала Джаму-сану, вашему спутнику. Спасибо. Сколько? Нисколько. Это наша благодарность за того монстра в лесу. Нет, я же не специально. Даже если так, ты предотвратил битву. Без целителя мы можем только сражаться с ними. Эй! Пора в путь! Хорошей дороги! Ага. Да? Да, спасибо. Как хорошо, что нам поручили охранять повозку Джаму-сана. Верно. Ну же, веселее! Мы не на курорте. Джаму-сан, Джаму-сан! А куда мы едем? Даже не знаю. Мефтер-хан просто огромный. Но мы поедем туда, где дают больше денег. Жду не дождусь. Ну, где это? Тот самый. Как красиво! Как красиво! Девушки отдыхают Мы туда и направляемся Мы не поедем в соседнюю деревню? Я однажды заезжал туда, чтобы продать вещи, но им не захотелось, чтобы я там был Год назад в деревне Урука сын мэра сменил свою политику Он привез новые достижения в культуре и технологиях, а также за короткое время сделал очень много всего Он великолепен! Как его зовут? М-м-м-монстр! 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 Юсан, время использовать твою исцеляющую магию! Я не могу использовать её каждый раз, когда меня об этом просят Ты в порядке? Монстры в последнее время нервные Он удивлен тем, какой ты слабак, Юсан Я не слабак Ой, прошу прощения Дело не в этом Джамо! Прошло много времени Ты знаешь его? Конечно! Это Харшуцама, старший сын мэра И человек, о котором я тебе только что рассказывал Король Рассвета и Пленённая Невеста Мы действительно можем пойти к тебе домой? Конечно! Целители всегда играли огромную роль в нашей деревне Правда? Хоть ещё и есть несколько Но большинство монстров в этой местности уже исцелены Это довольно сильно улучшила торговлю И... Есть кое-что, о чём я хочу поговорить с Юдону Ничего Что случилось? Послушайте, госпожа Вы здесь от имени Аруму, поэтому вам следует вести себя как настоящая леди Деревня Урука? И впрямь чудная Здесь так много людей Вы меня слушаете? Вообще-то да Мне нужно успешно заключить брак по договорённости с сыном мэра деревни Чтобы Уруку помогли спасти Аруму, правильно? Всё верно Не волнуйся Я исполню свой долг дочери мэра Аруму Ой, я ещё не до конца перенёс ваши вещи Пожалуйста, подождите ещё немного Как только с этим будет покончено, мы официально представимся о Харшу Дону Пока тебя не было, приехала дочь мэра Аруму Раньше срока Был Нар Доно, её сторожевой пёс Ясно Да, они сейчас в своей комнате Кстати, кто эти люди? Ты знаешь одного из них, Тенар? Купец Джамо И пара целителей Целителей? Здравствуйте Я Мирк Я собираюсь провести в городе несколько встреч Тенар, покажи им их комнаты Конечно, сэр Замечательно Смотри, Ю-сан Только взгляни на этот вид Говорят, что влюблённые, родители которых запрещали им встречаться, когда-то использовали веранду для свиданий Просто волшебно Чем опаснее любовь, тем лучше Ю-да, но... Нет, ничего Я просто подумал, что это очень романтично Я рад, что ты так считаешь Я уже ухожу Надеюсь, вам здесь понравится Спасибо, что разрешили мне здесь спрятаться У тебя нет ушек Конечно, нет Я приехал из королевства Из королевства? Почему ты пряталась? Быть не может Запретная любовь? Эй, сейчас На самом деле всё наоборот Наоборот? Солга наоборот Меня заставит Выйти замуж за того, кто мне не нравится Выйти замуж? Пока что я справлялась Но Белнар скоро вернётся Как думаешь, что мне делать? Тебе следует Следует? Задуматься о попытке побега Побега? Эй, Мерк Тебя не волнует, что она выходит замуж за того, кто ей не нравится? Я не хочу, чтобы всё получилось именно так Но Если я не выйду замуж в уроки То это обернётся проблемами для всех в Варуму Возможно, но Оставлять всё вот так нельзя Сбеги И подумай об этом Если ты действительно хочешь выйти за него замуж Ты всегда сможешь вернуться Спасибо Ты права Да Ладно Я знаю, что мы только-только познакомились Но ты можешь мне помочь С чем? Ты заберёшь Меня отсюда О чём только Харшурдано думает Заставляя её ждать и даже не приветствуя И сейчас он с кем-то из королевства Он действительно намерен работать с людьми, которые используют такие странные силы Ты в порядке? Ты слишком громко разговариваешь Где они? Большие неприятности, Харшут Сама Девушку из Аруму украли Думаю, этого достаточно Я... Я так устал Ты в порядке? Люди из королевства слабые, да? Я сам всегда был слабаком Я ещё не представилась, да? Меня зовут Лили Арукуну Аруму Я единственная дочь Ревитоха Мэра Аруму Монстр! А, это Пушистик Он путешествует с нами А я Мерк Милая девочка из бутылки А это Юсан Целитель Разве нормально путешествовать с монстрами? Это потому, что ты целитель Он просто следовал за нами сам по себе В любом случае Нам нужно найти место, где нас не будут преследовать Эй, вы трое Вас уже нашли! Кто-то вас преследует? Да Ладно Хотите пойти ко мне? Не могу поверить, что потерял их след Белнардо, но успокойтесь Успокоиться? Что, если сейчас она где-то просит моей помощи Когда мы просто стоим и разговариваем? Лили Доно Способна защитить себя, не так ли? Я научил её нескольким приёмам для самозащиты, но Забота дакгрянской женщины – защищать свой дом Сражение – забота мужчин Почему? Что плохого в том, что женщина сражается? О чём ты вообще говоришь? Женщины должны быть довольны браком с сильным дакгрянцем Находясь под его защитой Это сделает мою хозяйку счастливой Я не согласен совершенно Я вызываю тебя на дуэль, сторожевой пёс Аруму Почему мы сражаемся? Я чувствую в тебе гордыню Гордыню? Думаешь, что девушка, которая выходит замуж Только из-за старых традиций Будет по-настоящему счастлива? Конечно, будет Женщины слабы Мужчины должны защищать их Скажу тебе кое-что Ты мне совсем не нравишься Какое совпадение Ты мне тоже никогда не нравился Я даже тебе больше скажу Белнардону Что? Ты живёшь здесь? Да Пожалуй, да Это орехи Они были в уроке Монстр Это Гаршан Выглядит больным Да Тогда мы должны исцелить его Разве ты не можешь использовать своё исцеление? Моё исцеление не заживляет раны Спасибо за помощь Я знаю, что ты не любишь монстров Я правда ничего не сделал Сейчас всё хорошо Белнард всегда говорил мне, что монстры опасны И мне нужно держаться от них подальше Но в уроке вы спасаете их без колебаний, да? Если вы узнаете больше о монстрах Они больше не будут вас пугать Я знаю только то, что Белнард рассказывал мне Думаю, Белнард сама говорил так Только потому, что заботился о тебе Да Белнард такой милый Но... Лили-сан Я не хочу выходить замуж Нет Я не могу так говорить, если я дочь мэра, да? Мне нужно быть женственной Такой, какой я должна быть дочь мэра Обязательно быть женственной? В стране Ва Говорят, есть цветы под названием фейерверки Которые растут прямо в небе Цветы? Вы заряжаете камень магией И стреляете им в небо Где он взрывается, превращаясь в цветок Это полезно хоть для чего-нибудь Мой отец тоже так говорил Но... Я хочу увидеть красивые цветы, цветущие в ночном небе Ты делаешь то, что хочешь, не так ли, Стито? Ага Но... Я жертвую своей деревней ради этого Что ты хочешь сделать, Лили? Госпожа Лили! Куда это Юдо Нос сбежал? Солнце садится Нам нужно поторопиться Я знаю Здесь должны быть другие горшаны Надеюсь, ему скоро станет лучше Эй, Лили Если ты останешься здесь, ты сможешь делать всё, что захочешь, не беспокоясь ни о ком Если не хочешь выходить замуж, можешь просто остаться здесь Спасибо Но... Я люблю всех в деревне Аруму Я всегда хотела им помочь Поэтому... Я вернусь Вот как? Кстати, когда будут фейерверки? Я не знаю Ты никуда не торопишься, да? Если бы у меня был контейнер, способный справиться с магией огня А что? Насчёт скорлупа и ореха Белинар говорил, что его так сложно сломать, что он способен противостоять даже огненной магии Попробуй Спасибо В любом случае Мне нужно вернуться Наверняка Белинар беспокоится Мы отправимся вместе с тобой Нет Мне нужно сначала вернуться и рассказать им, что случилось Или они подумают, что ты меня похитил Монстры? Они нас окружают Бежим Я пойду к Белнару Спрячьтесь пока что Он сказал, что покажет тебе, как вернуться в город Ты ведь сама не знаешь дороги, не так ли? Почему ты ему не веришь? Помоги мне, Гершан Давай Сюда Подожди Монстры не последуют за нами Нам повезло, что мы выжили Слишком высоко, чтобы мы могли выбраться сами Я тоже не смогу залететь так высоко Что насчёт огненных цветов? Верно! Ферверк! У меня есть ингредиенты, но... Нет, я попробую это сделать Отлично! И что теперь? Белнар! Госпожа! Я так рад, что вы целы Белнар! Прости, что напугала тебя Пожалуйста, спаси Юлу и его друзей Мы встречались с ним раньше? Это пещера, логово... Меккиогра-сан? Ю-сан, ты должен что-нибудь сделать! Тает пещера, логово... Субтитры не говорил Третий секунды Пешествие Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Джамо-сан сказал, что купит мне фейерверк... Сестра? Прости, что не сказала тебе раньше. Я Харшут, Тофа Якто Урука. Старшая дочь Хакшута, мэра деревни Урука. Дочь? Прошу прощения, госпожа! Я понятия не имел! Поэтому я не думаю, что мы заключим брак. Я слышала, что ты неплохо владеешь мечом. Почему бы нам как-нибудь не устроить дуэль? Договорились! Спасибо, что спас моего брата. Нет, спасибо вам за то, что спасли нас. Харшут Сан. Можешь называть меня Харшут? Не вижу причины. Это моё прозвище. Надеюсь, ты вернёшься в деревню Урука, Юдуно. Хорошо, Харшут Сан. Вот я буду ждать. Я слышал, что во время Нереста монстры будут пытаться защитить себя, формируя стаи. С тех пор, как я приехал в Уруку, я многому научился и понял, что наделал много ошибок. Есть ещё столько всего, чего я не знаю. Так что оставайся рядом со мной всегда, хорошо? Я всегда буду рядом с вами. Кажется, Пушистику ты очень нравишься. Ты хочешь новое имя? Я тоже об этом подумал. Что? Тогда придумай имя Йо-сан. Как насчёт Тото? Звучит здорово. Ему нравится? Но это совсем не мило. Собирайтесь, мы уезжаем. Да, именно Тото. Это я, Чичи. Это я, Чача. Видели хвосты до грянцев в этом эпизоде? Ты так хорошо в своей работе, сестрёнка. Ты говоришь им, на что следует обратить внимание. В следующем эпизоде. Фейер в романе с веселой дракон. Это первая часть. Все в порядке, принцесса. Я повторю ещё раз. Много лет назад великий король Курорегиас получил волшебный меч и убил злого дракона. Затем он отправился в долгое путешествие, принося воду в бесплодные холмы, сажая поселив их и принося процветание. Бесплодные земли, в которые он направился, вскоре снова расцвели, оставшиеся вечно зелёными. Несенний холм, на котором мы живём сейчас, когда-то был землёй, покрытый печалью, местом, в котором ничего не было. Мне крайне скучно. Эти ежедневные уроки истории с тобой. Мы даже не знаем, правдивы ли эти рассказы. Принцесса, вы снова собираетесь сбежать? Сауди. Мама. Сколько раз ты пыталась сбежать занятия? Но история такая скучная. Я хочу научиться использовать силу весны. Как ты? Я уже говорила тебе, что научиться этому можно только самому. Тогда я иду играть! Солодея. Принцесса, если вы уходите на улицу, хотя бы возьмите этот талисман. Он немилый, так что нет! Яхмилая. Сегодня я уйду так далеко от замка, что они меня не смогут увидеть. Больно! Боже! Что это было? Где это я? Что это? Он такой милый! Что бы это могло быть? Немножко ржавый, но такой блестящий! Что это было? Это... Не моя вина! По мотивам одноименной компьютерной игры производства Happy Elements История мира Режиссер Оидзаки Фометоси Кимиの手を離さないでと Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Производство Encourage Films Фея-сорванец и весенний дракон, часть первая Все такое огромное Это еще удивительнее, чем я думала Ты можешь спрятаться от дождя под одной из них Мы изменились в размерах, чтобы соответствовать размерам входа в страну феи Но... Почему Тото все еще большой? Он единственный, кто сохранил свой рост Может быть, дверь просто не работает правильно Просто В любом случае, я удивлена, что ты знаешь, как добраться до места, которого нет на карте Джамо-сан У меня есть вещи, которыми я торгую с купцами феи несколько раз в год Что это? Мед Мед Звучит здорово Он пахнет сладко и просто великолепен в чае Эй, вы! Что случилось? Вы путешественники? Да Понял Тогда я хотел бы спросить Есть ли среди вас целители? Есть! Он может выглядеть не очень, но он очень опытный целитель Не очень Прошу прощения за беспокойство, но мы бы хотели, чтобы вы поехали с нами в Замок Весенних Холмов, где ожидает наша королева Пожирает весну? Да Что это вообще значит? Взгляните на это Это кромешная тьма! Это черный туман, который пожирает весну Две недели назад он внезапно появился на этом холме По словах тех, кто к нему приблизился, цветы которых он коснулся вянут, трава иссыхает, а вода останавливается Как только появился туман, королева использовала силу весны, чтобы защитить этот холм Но туман быстро распространился и тогда И тогда случилось что-то еще? Кто-то сказал, что видел в тумане черного дракона Дракона? Легенды гласят, что король, основавший эту страну, использовал волшебный меч, чтобы победить дракона Волшебный меч? Говорят, это красивый короткий меч, инкрустированный драгоценными камнями и увидит цветочной гравировкой Но никто не знает, где он Мы даже не знаем, существует ли он Это довольно трудно сделать Мне жаль Зная это, ты можешь помочь стране из синих холмов? Я бы хотел помочь, но я не знаю, смогу ли я Не беспокойся Стоит хотя бы попробовать Ты исцелил больших монстров и раньше Я использую свою красоту, чтобы исцелить дракона Что это был за вдох? Ну, мне кажется, моя магия исцеления будет полезнее, чем твоя красота Я просто пыталась тебя подбодрить Ну, я это ценю Это значит, что ты поможешь, Сцелитель Мы не можем просто бросить страну феи в трудный час Я ничего не могу гарантировать, но если смогу что-то сделать Сцелитель Мы благодарим вас за мужество и отвагу Всё, что я могу для тебя сделать Это предложить тебе благословение весны Моё тело чувствует тепло Оно защитит вас От холода и тумана Я отведу тебя к зловонному источнику Где был замечен дракон Ты в порядке? Спасибо, но всё нормально Отлично Я останусь здесь и буду молиться о твоей безопасности Пусть весна укажет тебе путь А удачи вам Спасибо Драгоценные камни и цветы Это был волшебный меч, о котором говорил мой дворецкий Туман Это, наверное, тот самый дракон, которого запечатал король Что же мне делать? У меня нет сил, как у моей матери Вот именно Так что это не моя проблема Держу пари Этот Сцелитель решит проблему за меня Но он понадобится ему, чтобы избавиться от тумана Должна ли я ему отдать его? Нет! Тогда они узнают, что я забрала меч Я знаю Я опережу их, а затем заставлю его принять от меня меч И как только я это сделаю, то смогу убежать домой Ладно Этот талисман Выглядит глупо, но лучше, чем ничего Еще медовухи, бармен Будет сделано Фамильный меч моей семьи клана Сугарору Как никогда прекрасен Эй, Минерали Когда ты напиваешься, ты становишься жестокой Только не дерись в моем баре Все будет хорошо, пока я не увижу своих соперников из клана Гарандола Меня тошнит от одного этого названия Добро пожаловать Парень Сок мы не продаем Нет Похоже на типичную таверну Я надеялся, что у них есть какая-нибудь информация о драконе Но, судя по всему, нет Эй, бармен Не пугай ребенка Не беспокойся Он действительно любит детей Он просто беспокоится о тебе Ты... Ты настоящий человек У тебя действительно нет крыльев Думаю, нет Эй, посмотри на это У людей тоже есть говорящая вода Нет, думаю, Мерк просто особенная Так тебя зовут Мерк Чан, да? Приятно познакомиться Как же тебя зовут, парень? Ю Ю, да Я потомок клана Гарандол Клана чемпионов Меня зовут Паристос Через несколько дней Я избавлюсь от этого тумана И стану героем Если хочешь получить автограф То это твой шанс Ю, да, обойдусь Да Черный туман, значит Чем тресливее, кем болтливее То, что они говорят Похоже на правду Что? Эй Этот меч Ты из клана Сугаруру? Конечно Потомок моих соперников Гарандол Такое чувство, что вот-вот начнется драка Используюсь на исцеление, чтобы исправить это Ю, Сан Это так не работает И ты мой соперник Но Твой меч недостаточно острый, чтобы разрезать летящий лист Как ты смеешь говорить такое о фамильном клинке моего клана? Я прослежу, чтобы ты больше никогда не открывал свой рот Паристов-сан Прости, Ю Мне придется дать тебе автограф позже Нет, спасибо Победа на Сугаруру займет всего лишь один взмах моего меча Насмешил Я бы опозорилась, проиграв немощному Гарандолу Милова Что мы будем делать? Я мини-рай Я не проиграю эту битву Я, кажется, сказал Сражаться на улице, черт побери Ой, этот глупый старикашка Он и правда такой сильный, как говорят Не делитесь! Меркчан, битву между Гарандолом и Сугарору не остановить так просто Да, эта битва началась много веков назад В любом случае, прекратите это Нет! Не могу больше! Как этот целитель забрался так далеко без креев? Я? Нет! Нет! Сосредоточься, девочка Ты в порядке? Юсан! Ты должен остановить больше человека из-под контроля монстров! Что? Сейчас? А когда, если не сейчас? Да Сосредоточься, девочка Кто? Девушки отдыхают Это секрет! И вообще, я следила за тобой! Ты собираешься найти дракона, верно? И избавиться от тумана! Это правда, Ю? Это план! Тогда почему ты не сказал раньше? Значит, мы преследуем одну и ту же цель! Так почему вы последовали за ним, мисс? Потому что я не могу сказать им, что пытаюсь навязать ему этот меч! Принцесса Солодея? Что? Как? Мне жаль! Эта Киара на твоей голове! Я думаю, это может быть! Ой, нет! Я забыла её снять! Я вижу! Принцесса? И у неё этот короткий меч! Так принцесса пришла, чтобы победить дракона самостоятельно? Нет! Я поняла! Она хочет заручиться помощи Целителя, чтобы убедиться, что точно доберётся до дракона! Потрясающе! Мне нравится твоя решимость! Я помогу! Клянусь именем храбрых гарандолов! Нет, принцесса! Прошу, позвольте Сугарору сопровождать вас! Мы будем полезнее, чем тот, кто сбегает, когда становится тяжело! Что? Ты хочешь драки? Да! Ребята! Вы пугаете, принцесса! Прошу прощения, принцесса! Так, с кем вы хотите путешествовать, принцесса? Пожалуйста, выберите одного из нас! Принцесса! Принцесса! Господи! Отлично! Вы оба пойдёте! Вы оба будете следовать за мной! Да, ваше высочество! Ну, теперь это настоящий бардак! Да... Я никогда не думал, что буду ездить на спине монстра! В этом нет твоей вины! Ты не умеешь летать! Я чувствую себя больным! Такой мягкий и пушистый! Итак, дракон действительно здесь? Да! Дорога через этот лес – самый быстрый путь, чтобы добраться до Зловонного озера, где обитает дракон! Лес подвесных колокольчиков? Туман ещё не накрыл него? Кажется, так! Но Королева, похоже, хотела, чтобы мы пошли другим путём! Вероятно! Это из-за гигантских пауков в лесу подвесных колокольчиков! Эй, гигантских пауков?! Они действительно опасны! Мы получим помощь от фей, которые живут в чёрном лесу! Так? Ты получишь её, Сугарору! Я точно знаю, что подумает простодушный гарандол! Эй, а что за феи живут в чёрном лесу? Странный, пожалуй, самый простой способ описать их У них есть крылья, но они не летают Они называются Те, кто знает эту землю Говорят, они одни из самых мудрых феи в стране Поэтому они должны знать способ избежать гигантских пауков Я поняла Это и есть черный лес, да? Я не вижу ни одного цветка Будьте осторожны Говорят, здесь есть страж Что? Я вижу там что-то Свет дома? Нет! Что это? Мы окружены? Остановитесь Что вы ищете в этом лесу? Люди весны Ты один из тех, кто знает землю? Посмотри на эти увядшие крылья Ты должен был понять, не спрашивая об этом Мои извинения Мы пришли просить вашей помощи Путь через лес подвесных колокольчиков? Да Мы хотели попросить по... Я отказываюсь Подожди Ты же знаешь, что черный туман распространяется Весна исчезнет с Детца Земли, если его не остановить Я с самого начала никогда не знал весны И... Даже если ты отведешь принцессу к дракону Я не думаю, что она сможет исполнить свою роль Что? Однако он прав Как грубо Ты знаешь силу нашей королевы? Я... Я вижу С силой благословения Ты сможешь остановить черный туман Наси Что? Нынешняя принцесса не может этого сделать Куколка вроде неё не сможет Куколка? Кого ты назвал куколкой? Я не хочу слышать, это от тебя У тебя есть крылья, но ты не можешь летать Принцесса Ты и человек должны уйти сейчас же Мне нечего вам сказать Чего-то она Ничего, его проблема Боже На русский язык Сериал озвучен в рамках проекта Animedia.tv Роли озвучивали Мизида, Меллирина и Сет Кит Работа со звуком Сет Кит Перевод предоставлен проектом Медуза Саб Спасибо, что смотрите аниме вместе с нами Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ого! Чтобы исполнить свой долг принцессы и запечатать дракона, я выберуась из замка! Всё так, как я думала! Правда? Думаю теперь секрет раскрыть, да? Похоже, нам придётся проделать долгий путь к дракону Но... Почему фея в чёрном лесу была так зла на нас? Давным-давно одна фея совершила ужасное преступление, и в наказании потеряла способность летать. Так гласит легенда. Говорят, что они её потомки. Они верили этому преданию и избегали контактов с посторонними. Преданию? Да. Думаю, здесь как-то замешаны люди. А? Что бессердечный человек сильно расстроил своего предка или что-то в таком духе? Прости, странно о таком говорить. Но это не имеет к тебе никакого отношения? Да. Вы, кажется, ближе, нежели раньше. Я не дружу с Сугарору. Я бы тоже не хотела быть твоим другом. Эй, почему они постоянно ссорятся? Из-за некой многовековой вражды. Я помню, мой дворецкий говорил об этом. Ну, просто забудьте об этом и будьте друзьями. Мы все путешествуем вместе. И так как мы оба сильны, то работая вместе, вы станете ещё сильнее. Мы... монстры? О, нет. Они идут прямо на нас. Что? Си, сюда! Туман. Вот оно. Эти монстры не пытались напасть на нас. Они лишь спасались с бегством от Тумана. Он приближается. Принцесса! Принцесса! Ой... Отсюда! Фамильный меч Сугарору! Паристосан! Не беспокойтесь обо мне. Просто идите. Не можем! Садитесь. Я объясню позже. Если вы не хотите, чтобы туман поглотил вас, то поторопитесь. Как поживает эта фея? Спит благодаря лекарствам. Что случится, если ты коснёшься Тумана? Ты потеряешь весну в своём сердце. Перестанешь улыбаться солнечному свету, пробивающемуся сквозь кроны деревьев, или искать красоту в другом. Ты потеряешь всё это. Как и те, кто живёт на земле, где не растут цветы. Ты так и не назвал нам своего имени. Я Ю. Я Мерк. Зефродай. Зефродай-сан. Спасибо, что спас нас. Но почему? Мы не подчиняемся королеве. У нас есть своя организация. И эта организация сделала свой выбор. Но я с ними не согласен. Сегодня вы можете спать здесь, но только сегодня. Используйте комнату, как пожелаете. Благословение. Цветы. Откройтесь моему голосу. Что ты делаешь? Эй, не пугай меня так. Здесь уже темно. Пытаешься вылечить эту фею силой благословения? У меня такая же сила, как у моей матери. Поэтому, если я постараюсь... Куколка ничего не сможет. А ну, повтори еще раз. Этот короткий меч. Я не буду спрашивать, где ты его взяла. Но знаешь ли ты о заклинании на нем? Разве это не заклинание, чтобы запечатать дракона? Нет. Это заклинание превращает дракона в камень. Камень? Так этот камень действительно был драконом, запечатанным давным-давно. Но это не имеет значения. Пока туман не рассеется... Что? Ты сильно ее испортила, Фролайла. Это лес подвесных колокольчиков? Такой темный и жуткий. Если бы я удержала свой меч, он бы не сделал этого. Не о чем беспокоиться. Феи Черного Леса присматривают за ним. А пока что просто иди вперед. Ладно. Спасибо. Эй! А мы не можем полететь? Посмотри внимательно. Попытаетесь использовать крылья, мгновенно окажетесь в ловушке. Но страшно не только это. Страшно их количество. Каждый взрослый паук имеет несколько сотен детей. Это очень много. Воздух изменился. Будьте осторожны. Принцесса. 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 Ничего не болит Но этот большой паук напал на меня Талисман Охранный камень Пожалуйста, защити принцессу от всех бед Даже если мои крылья больше никогда не взлетят Пожалуйста, защити принцессу На этом камне было заклинание Какого рода заклинание? Мы не сможем его использовать Заклинание, наделенное глубокой любовью И готовностью пожертвовать всем, чтобы защитить кого-то Это большой паук Будьте осторожны Мы окружены Талисман Это... Все пауки защищают своих детей Поэтому они напали на нас Ведь мы на их территории Будь начеку Или они снова схватят тебя за ногу Ладно Они полностью окружили нас Похоже, у нас все плохо Говорят, герой всегда опаздывает Так ведь? Паристас Прошу прощения, что заставил ждать Сейчас Бегите через лес Мы прошли через территорию пауков Благодаря лекарству я могу немного двигаться Дымовые шашки, которые мне дали, тоже очень помогли Ваше высочество Прошу прощения Что я не смогла вас защитить Мне очень жаль Принцесса Он сломан Клон, который подарил мне дворецкий Я всегда Говорила, что он не симпатичный Теперь он развалился на части И это моя вина Простите Я все время лгала А правда в том Что я просто пыталась заставить вас все сделать Потому что Потому что Это я сломала драконью печать Принцесса Это плохо Это не... Для дракона и тумана не имеет значения, ребенок она или нет Ну... Это правда, но... Так что... Что вы будете делать? Если принцесса скажет, что хочет домой Прошу прощения, что все лгала Я продолжаю идти вперед К дракону Мне нужно самой покончить с этим Это единственное, что я могу сделать Принцесса Принцесса Простите Похоже Я больше не смогу вас защищать Проблема не только в его правой руке Все его тело буквально рвет на части Нет Мне правда жаль Нет Ты наследник храбрых голландов Спасибо, что зашел так далеко Менераиа Да У меня к тебе просьба Возвращайся с Паристосом Защищай его Хорошо Мы позаботимся Чтобы на обратном пути пауки не угрожали вам Мастер меча Сугаруру обеспечит нам безопасность по дороге домой Я чувствую себя в безопасности Ну конечно И храбрый гарандол Также будет на ее стороне Идем, принцесса Сугаруру рядом со мной Я смогу обезопасить ваш путь домой Даже будучи раненым Спасибо Так что ты собираешься делать? Что я могу сделать? Исцелять монстров своей магией, полагаю Однако я все еще не уверен в этом Понимаю Давайте поторопимся Здесь так холодно Кажется, сила королевы не пробирается сюда Залобонный источник, где обитает дракон, вероятно, впереди Что? Здесь темно Я ничего не вижу Здесь все очень холодно Это и есть черный туман Здравствуй, Саладея Ю-сан Ю-сан Ты проснулся? Где принцесса? Она, наверное, пошла вперед Я рада, что ты в порядке Спасибо королеве за это Кажется, мы избежали боли от черного тумана Но, похоже, туман создал нам страшного врага Эй, Саладея Здесь холодно и темно, да? Но кто-нибудь обо всем позаботится Нет, я должна остаться здесь Я должна это сделать Понимаю В таком случае ради всех тебе нужно превратить дракона в камень Камень? Именно Этим волшебным мечом Он тень Он съел так много весны, что не может контролировать собственную силу Тень? Тогда, если я исцелю его? Нет Тень – это только часть реальности Его сердце, если так можно сказать Сердце? Значит, если я исцелю его, это повлияет на настоящего? Возможно Я попытаюсь Давай! Удар плохого дракона, который я свистну, заточи его в камень Давай! Давай! Ты всегда был один? Татанка Тебе нужно поторопиться, пока он не съелся в весну Нет Тогда что ты будешь делать? Я попрошу дракона перестать есть весну Он просто поглотит тебя Тогда я попрошу об этом у него живота. Понимаю. Тогда тебе не нужен меч. Эти крылья прекрасны. Пока. У тебя грустные глаза, как полночь, холодная зимней ночью. Такой печальный цвет. Тебе так долго было холодно и одиноко, да? Прости. Но сейчас всё будет хорошо. Весна придёт. И к тебе. Это тепло. Это принцесса. Да. Она принесла нам весну. Значит, сейчас весна? Верно. Тёплая, да? Правда? Фрулинг. Так вот, что значит весна, да? Теперь, когда пришла весна, мой бизнес процветает. Сегодня выпивка за мой счёт. Айна Линни ещё. Мне тоже. Хочешь соревнований по выпивке? Отличная идея. Ещё. Эти двое. Они слишком близки, чтобы ссориться, да? Прости, Тото. Ты не поместишься тут из-за своих габаритов? Это всё благодаря тебе. Я так рад, что вы целы. И что у вас такие красивые крылья. Почему ты плачешь? Вы будете много плакать в моём возрасте. Ты такой глупый. Никогда не думала, что доживу до того дня, когда ты посетишь весенние холмы. Весна меня переубедила. Думаю, у меня получается лучше, чем двадцать лет назад. Как насчёт чашечки медового чая? Не откажусь. Сяолинь, Сяолинь, погода приятная, но ты простудишься. Мой милый братик, если бы я только не родилась под звездой зла. Братик. Вставай, Сяолинь. Шиди! Доброе утро! Это даже не утро. Ты сейчас должна быть на занятиях. Всё не так, Сейджи. Я, ну, учусь в кровати. Чушь какая. Не вытирай рукавами. Будь элегантнее. Я отвержу тебе одно и то же с тех пор, как меня разжаловали до твоего наставника. И я сделаю из тебя принцессу, которую все будут уважать. Но... Это невозможно. Все беспокоятся о пророчестве звездочётов. Поэтому... И что ты изучала в кровати? Божественного зверя. Божественный звер серебристого цвета. Вместе с нашими предками отогнал бедствие в далёком прошлом. Это древняя легенда нашей деревни. Любой, кто прокатится на спине зверя, будет счастлив до конца своих дней. Я подумала, что если прокачусь на нём, то стану настоящей принцессой. Не перекладывай на других свои проблемы. Ши-жи-сама! Йо-сэ-сама, ну? Я скоро вернусь. До моего возвращения подготовься к занятиям. Поняла? Состояние Йо-сэ-сама. Кретин, говори тише. Божественный зверь. Эпизод пятый. Красная звезда зла и сияющий правитель высшего пламени. Нет! Мы не пропустим вас, Кью-сэ-сама! Эм... Мы не драться пришли. Именно так! Нам надо кое-что спросить! Звезды отчёты? Верно. В деревне драконов, которая впереди, живут потомки клана, которые способны по звёздам предсказывать будущее. Предсказывать будущее? И это даст нам ключ к воспоминаниям Мирк? Этого я точно не знаю, но звездочёты здесь очень влиятельны. Так как они влияют на политику деревни. Идём в деревню драконов! Надеюсь, мы что-нибудь узнаем. Ага! Пока вы будете там, я отправлюсь в городок Тао по делам. Городок Тао? Через месяц будет свадьба правителя деревни драконов и дочери правителя городка Тао. Другими словами, это отличный способ подзаработать! Я лишь хочу поговорить! Нет! Мне приказали никого не впускать. И мы не можем доверять мальчику, у которого есть монстр. Возвращайтесь в королевство. Я должна найти его! Только что... Он бы дорвался, если бы нас высушал. Через месяц свадьба. Но праздничного настроения не видать. И... И... Как они узнали, что мы из королевства? Кто-то кричит! Ты в порядке? Ты в порядке? Да. Этому монстру было больно, когда ты наступила на его хвост. Ты знаешь, что чувствует монстр? Ну, скорее, пытаюсь понять. Вы в порядке, господин Лаушин? Извините! Я думала, что все монстры страшные. Они не будут беспричинно вредить людям. Слезай! Рью-сан тоже их когда-то боялся. Кстати, ты из Деревни Драконов? А? Ну... Ну... И счастье до конца своих дней? Да. Нужно лишь прокатиться на спине божественного зверя. И ты... получаешь его... Ты в порядке? Плохо себя чувствуешь? А... Извините. Я ни с кем не разговаривала, кроме Шинджи. Что за Шинджи? М... Мой заставник. Всю... Свою жизнь я училась в полном одиночестве. Почему? Потому что... Звездочеты сказали, что я родилась под красной звездой зла. Звездочеты? А что это такое? Звезда красной катастрофы. Если я рядом, то случится беда. Но... Шинджи сказал, что это... неправда. И я стану... великой принцессой. Но мне... все равно страшно. Поэтому я пошла на поиски зверя. Зверь богов, да? Может, мы тебе поможем? Пожалуйста! Правда? После твоих слов я сам хочу его увидеть. так на тасси. Спасибо! На самом деле, мне было страшно одной. Так ты знаешь, где он может быть? Божественный зверь, скорее всего... там? Нет, там? Эй, ты держишь ее вверх ногами. А я ведь учил тебя чтению карт. А ты активнее, чем думаешь. Разве тебе не нужно учиться? Ну, я решила отправиться в поход. Ясно. Чтобы найти божественного зверя? Ой, от него ничего не скроешь. Я не вернусь, пока не найду его. Для начала нужно знать, куда идти. Сюда. Ши-джи! Это все еще поход. В последнее время монстры здесь особенно активны. Простите, что втянули вас в это, но помогите нам. Нет, Рады помочь! Ты знаешь путь, Ши-джи? Само собой. Я ведь очень талантлив. Идем. Я тоже хочу кое-что увидеть. Я не могу. Я не могу. Я тоже хочу кое-что увидеть. Я хочу кое-что увидеть. Мой братик Юсеа, правитель Деревни Драконов Я им очень горжусь Он такой крутой, а ещё способен в одиночку управлять деревней Он очень добрый Ты любишь своего братика, не так, Лим? Да Нашли дорогу? Мы почти на месте Ши-Джи, ещё далеко? Это была твоя идея Если хочешь быть хорошей принцессой, молча иди дальше Принцесс возят в каретах Давайте отдохнём Я пойду дальше Мы почти пришли Эй, Ши-Джи 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 Прости меня Я их прям Приношу несчастье Это не твоя вина, Шаоли-Сан В день моего рождения Звездочеты увидели красную звезду зла С тех пор я всегда была в поместье И старалась не создавать проблем другим Вот почему Я никогда не разговаривала со своим братом Просто наблюдала за ним издалека Единственным, кто брал меня за руку без колебаний Был Ши-Джи И когда я узнала, что мой брат нездоров Подумала, что если я найду божественного зверя, то он сможет исцелить его Ты правда веришь, что родилась под звездой, приносящей беды? Ши-Джи говорит не беспокоиться об этом Но в деревне слова звездочет их закон Остаток пути я пройду одна Но это безумие Если я приношу всем лишь горе, то лучше навсегда останусь одна Ты не можешь быть счастлива одна Ты должна быть вместе со всеми Вот именно Мы все зашли так далеко Так давайте вместе посмотрим на божественного зверя Почему ты так добр? Я ведь ничем не смогу оплатить тебе Если будешь так много плачать, то твои глаза пухнут Хватит ныть Я упал не из-за твоей катастрофы Ши-Джи! Твой глаз Я потомок клана звездочетов Но во мне не так много их крови И малая часть их силы у меня в глазу Это очень утомляет Я хочу признаться тебе Звездочет, который пророчествовал, что ты принесешь несчастье Был моим отцом Ты была разлучена со своим любимым братом из-за моего отца Ты была вынуждена провести свою жизнь в одиночестве Но ты... Если хочешь кого-то ненавидеть, ненавидь меня Нет Подожди Почему? 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 Ши-Джи Брат Что это за голос? Чудовище! Ты в порядке? Ши-Джи? Я ничего не могу сделать для вас, ребята Так почему? Потому что... Это потому что ты хочешь искупить вину, верно? Из-за того, что сделал твой отец Я не хочу, чтобы ты был со мной из-за чувства вины или сочувствия Какого чёрта? Кто, чёрт возьми, будет присматривать за такой занозой, как ты из-за сочувствия? Это всё... Это всё... Это всё... Потому что я люблю тебя Ты думала, что я так скажу, да, идиотка? Это для того, чтобы меня повысили Слушай, ты очень глупая, поэтому я скажу прямо Я не стал бы помогать тем, у кого нет потенциала Мы с тобой добьёмся успеха вместе Ши-Джи, ты... Мам! А ты тупица Что ж, я действительно рада Да Окей, Ронсан Ты до сих пор здесь? Похоже, он проголодался У меня есть кое-что для тебя Я взяла с собой в дорожку. Можешь попробовать? Так вот почему он был в плохом настроении. Что случилось? Так это случится сегодня? Сегодня? Монстры направляются к деревне. Я почувствовал, что этот момент близок, поэтому попросил деревню подготовиться, но... Если я здесь, то не могу им рассказать. Я пойду. Я не могу просить постороннего спасти деревню. Не беспокойся об этом. Спасибо тебе. Подожди! Я тоже пойду. Не беспокойся о своём брате. Нет. Если ты уйдёшь сейчас, все поверят, что ты родилась под красной звездой зла. Всё будет хорошо. Позаботься лучше о Шидже. Монстры здесь! Мы уже почти на месте. Мы точно справимся. Теперь всё хорошо. Я немного отдохнул. Хорошо. Нам нужно поторопиться. Не напрягайся. Что случилось, Фокерон? Я видел этот свет при пророчестве. Они приближаются! Приготовьтесь стрелять! Подождите! Сначала мы должны исцелить монстров! Верно. Мерк, Тото, спрячьтесь где-нибудь. Их здесь так много. Смогу ли я исцелить всех? Беспокойство? Убегай! Нет! Лампхерны не вышли из-под контроля! Что? Атакуем! Или же они нас просто убьют? Хватит! Это... Серебряный свет! Божественное создание! И на нём верхом... Сяолинь-сама! Вывести войска! Мы не можем сражаться с монстрами, не понимая, что происходит. Юсай-сама! Мэй! 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 Рад! Я рад, что всё получилось, Сяолинь! Больной маленький Лампхерн, забредший в деревню, жил в одной из пристроек поместья. Родители просто хотели увидеть его сно. Когда ему стало лучше, ребёнок позвал родителей, и они отправились на его поиски. Я должен был заметить раньше. Это моя вина. Я не могу поверить, что божественный зверь на самом деле был этим монстром. Какой сюрприз! Когда солнечный свет коснулся его шерсти из красного, он стал серебристым. Такой симпатичный монстр, не правда ли? Сяолинь. Ты уже совсем взрослая. Нет, Сяолинь. Это я во всём виноват. Йосея сама должен был принести благополучие деревне. Но его тело также поглощает энергию Ки, которой обладают все живые существа, что окружают его. Те, кто прикасаются ко мне, становятся несчастными. Зачем ты пытаешься нести это бремя в одиночку? Почему ты мне не сказал? Я хочу разделить твоё время. Если мы возьмём друг друга за руки, то несчастья прекратятся. Спасибо. Ты уверена, что не хочешь, чтобы звездочёты попытались заглянуть в твои воспоминания? Си Джи Сон сказал, что им силы не безграничны. Да, но... И так легко получать подсказки. Мне интересно. Это испортит удовольствие от путешествия. Что значит удовольствие? Не могу поверить, что ты не понимаешь, о чём я говорю. Я не могу помочь, если я этого не понимаю. Блестящий камень твоего дедушки у тебя? Да. Почему я всегда должна носить его с собой? Поймёшь. Если в церкви будешь внимательно слушать. Если бы только Сквик тоже мог говорить. Папа сказал, что Сквика сделала мама. И если бы он умел говорить, он бы рассказал мне. Сквик? Подожди, Сквик! Сквик! Ух ты! Ну, разве это не редкость? Добро пожаловать, маленькая леди. В город Элловин. Мир сынов и иллюзий. Бог в твоих мечтах и город забвений. Часть первая. Мы почти готовы ехать. Мы не поедем в страну неподалёку. Нет, это страна мёртвых. В это время года там будет трудно что-нибудь продать. Правда? Что случилось, Тото? Куда он собрался? Не уходи один, это опасно. Боже. Что на тебя нашло, Тото? Здесь холодно. Что это было? Серьёзно? Только не говори мне, что боишься призрака. Конечно, нет. И ты тоже испугалась, Смерк. Когда ты был ребёнком, то не мог уснуть, если читал историю про провидений. Туман становится гуще. Будьте осторожны. Я не уверена, что мы можем с этим разобраться. Это страна мёртвых? Здесь так много людей. Это место кажется таким живым. Что теперь, Тото? Тебя зовут Тото, да? Если у тебя с собой монстр, значит ты не отсюда. Да. Мы путешествуем по миру с Джамо-саном, купцом. Завидую. Я тоже хотел бы отправиться в путешествие. Я думаю об этом каждый раз, когда смотрю на картины в особняке. Я всегда думал, что хотел бы увидеть разные достопримечательности. А, мои извинения. Я так давно ни с кем не разговаривал. Ты из этого города? Сегодня фестиваль блестящего камня. Блестящего камня? Каждый в этой стране носит с собой особый камень. Со дня рождения и до дня смерти. Это и есть блестящий камень. Когда они умирают, их душа покидает тело и поселяется в блестящем камне. И какое это имеет отношение к фестивалю? Во время этого фестиваля те, кто заботился о вас, сломают ваш блестящий камень, и ваша душа сможет двигаться дальше. Если их камни не сломать... Люди, которых вы любите, не смогут упокоиться с миром. Они... Застрянут в этом мире навсегда. Поэтому сегодняшний фестиваль очень важен для людей, живущих здесь. Да, это самое важное событие в нашей стране. Спасибо, что рассказал нам. Это здорово. Юсан, что-то случилось? Ничего. Итак, я хочу попросить тебя помочь кое в чем. Я хочу, чтобы ты отдал это моему другу, который живет в замке на холме. Эй, нет, я не обвиняю тебя. Я понимаю, что Элеонор... Эм... Но прошло уже 18 лет. Если ты продолжишь держаться за ее блестящий камень, она... Останется в этом мире навсегда. Люциану... Я благодарен тебе за это. Любовь к Козетте, к книжкам с картинками явно твое влияние. Но... Ну, неважно. Слушай, Козетта кажется одинокой. Козетта? Вы видели девочку с плюшевой игрушкой? Думаю, она пошла в ту сторону. Но в той стороне проклятый замок. Не воспринимай это всерьез. Это проклятие, но... Ты осмотри здесь. Подожди. Где я? В городе снов. Снов? Таких снов? Это зависит от тебя. И от меня. Кто ты? Ты хочешь сказать, что точно знаешь, кто ты? Я Козетта. Нет, нет. Я имею в виду, кто ты такая. У тебя нет тыквенной головы, как у меня. Я живу в деревне Лейп. И мой отец. И я дочь своих родителей. Ты не знаешь, кто ты. И ты тоже. Мгновение здесь – это день. День, год. И год – мгновение. Неудивительно, что ты забыла, кто ты. Куда важнее то, где ты находишься. И куда ты хочешь направиться. Где? Именно. Или, к примеру, чего ты хочешь. У тебя тоже должно быть что-то такое. Это город снов. Все, что ты захочешь здесь, может стать твоим. Я ничего не понимаю. Тогда я покажу тебе окрестности. Предоставь это мне. Теперь держись крепче. Раз, два, три. Я не упаду. Это город снов. Если хочешь, здесь можно прогуляться по небу. Или даже оставить дорожку из звезд. Каждый хотел бы узнать, что за фантастические миры в нем спят. Мое имя – Шторию. Зови меня, мистер Шторию. Я никогда раньше не ходила по небу. Вы восхитительный, мистер. Скоро ты сможешь сделать это без моей помощи. Вот так? Чудесно! У тебя есть сила фантазии. Ты можешь стать принцессой этого мира. Тогда ты станешь королем. Звучит заманчиво. Что? Что? Я чувствую эхо в моей пустой голове. Посмотри, над твоей головой. Здорово, классно! О, вы! Хватит прихлопывать мне по голове. Это оглушает. И мои извинения, мистер. Здравствуй, девочка моя. Пока! И кто это был? Жители городка. Здесь смешались многие грезы. Иногда чужие мечты могут потеряться здесь. А твоя мечта тоже здесь? Возможно. Если пробыть здесь так долго, то уже забудешь, какие мечты твои, а какие нет. Но даже моя пустая тыквенная голова помнит, что я что-то здесь искал. А то со мной когда-нибудь тоже такое случится? Никто не знает. Но... Здесь есть всё, что ты пожелаешь. Крыса. Просто шутка. Кто здесь? Боже. Ты даже об этом забыл. Глянь-ка вниз. Сюда. Сюда. Эй, только не говори, что забыл моё лицо. Я самая красивая крыса на земле. И моё имя... Сквик. Привет, напарник. Выглядишь довольно мрачно. Я сплю. Ты не можешь здесь находиться. Это невозможно. Спишь? Никто кроме неё не знает. Ты всего лишь моя фантазия. Да, угадал. Да, угадал. Давай. Не вешать нос. Добро пожаловать, напарник, в город Элловин. Мир сынов и иллюзий. Здравствуйте. Это место жуткое. Жуткое. Отдай. Вот они где. Призраки. Призраки. Что мы будем делать? А что нам следует делать? Бежать! Подождите! За ними! Ты можешь получить здесь всё. Быть с кем угодно. Спасибо. Но это ничего не значит, если я даже не знаю, чего хочу. Важно то, чего ты хочешь. Я годами искал что-то, что наполнило бы мою пустую тыквенную голову. Я искал все виды веселья и прекрасных грёз. Но эти мечты никогда не остаются в моей голове. Они уходят, не издав ни звука. Но всё изменилось с тех пор, как я встретил тебя. Каждый раз, когда я говорю с тобой о своих мечтах, что-то раздаётся в моей голове. И это не звук пустой тыквы. Вместе с тобой я смогу найти свою мечту и создать новое. Казетта, мы с тобой вместе. Ты всегда был один? Такое чувство, что я всегда был один. Но мне также кажется, что это не так. Мечта, которую я хотел, осталась на мгновение позади, на месяц, на год или, может, на целую вечность. Я думаю, я понимаю тебя. Тогда ты останешься здесь и будешь жить со мной. Я устал искать мечты, которые никогда не найду. Ты – осколок моей мечты. Росток, который однажды станет мечтой. Источник, из которого рождаются мечты. Пожалуйста, Казетта. Не оставляй меня одного. Что за туманный взгляд? Ты хочешь, чтобы я нанёс тебе удар моим любимым мечом? Да, этого достаточно, чтобы разбудить меня. Хорошо. Минутку. Ой! Разве ты не плюшевая игрушка? Вот как это работает в реальности. Здесь я могущественный воин-крыса, который пережил много сражений со своим напарником. Эйдор Апира – легендарный клинок, который пронзает всё и никогда не подводит. Такова история, не так ли? Да. Мне тоже не нравится быть одной. Но, когда я говорю с тобой, мне кажется, что я что-то забыла. Может, это похоже на то, что когда ты закрываешь дверь, ты всё равно волнуешься и возвращаешься, чтобы проверить. Может, у меня уже было то, что я искала. Значит, ваш ответ – нет, мисс. Если однажды я смогу справиться с одиночеством, как ты, то я скажу тебе «да». Сейчас я хочу найти то, что мне нужно. Я только что пришла сюда. И я до сих пор встретила только тебя. Найди это до того, как забудешь о тепле своих рук. Сердце настолько огромное, что ты потеряешься без проводника. Я был потерян очень, очень давно. Когда я был ребёнком, перед тем, как лечь спать, я отправлялся с тобой во множество приключений. Ага. Мы побеждали огнедышащих драконов и летали по небу в волшебных башмаках. Мы бросили голему вызов, чтобы получить легендарную рапиру. И проплыли сквозь море звёзд. Мы с тобой были знамениты. Мы никогда не проигрывали. Но это всё было лишь моей фантазией. Это было не настоящим. Легендарная рапира, море звёзд. И ты тоже? Когда это случилось? Я говорил тебе. Это город фантазий и иллюзий Элловин. Я плод твоего воображения. Так что если я пою или летаю по небу, в этом нет ничего необычного. Почему я здесь? Это твоё решение, напарник. Если ты здесь, значит ты что-то ищешь. Вот так работают сны. Но единственное, что ищу я, это напарника, на которого я смогу положиться и поцелуй принцессы. Всё верно. Всё верно. Смотри! Помогите! Мне страшно! Беги! Скажи мне это, напарник. Кто был захвачен злым драконом? Доброй принцессы. Вот так-то. Давай, напарник. Давай отправимся в новое приключение. Да. Ик, вперёд! Почему нам приходится так долго бежать? Мы потеряем то-то из виду! Мэрк! Кто-то? Что? Куда они делись? Боже! Простите! Что это? Фотографии семьи, которая здесь жила? Ко это ребёнок? Мой дом? Я вернулся. Ю, папа дома. С возвращением! Да? Я рад вернуться домой. Ю-сан! Тата, поставь! Бежим! С возвращением, папа! Эй, ты выглядишь очень счастливым. Вовсе нет. Мы сделали это? Да, напарник. Вместе мы непобедимы. Да, чуть не забыл. Мы должны спасти принцессу. Верно. Отлично! Поцелуй принцессы ждёт! Да. Бог в твоих мечтах и город забвения, часть 2. Элеонор. Спасибо, что пришёл спасти меня. Мой принц. Я скучал. Я так долго по тебе скучал. Эй, мистер, что это за дом? Я не помню, чтобы здесь был дом. А не разозляться, если мы войдём. Если тебе интересно, что внутри, почему бы и не войти? Это вполне может быть ключ к тому, чтобы ты вид... Похоже, я не буду сопровождать тебя. Предоставь это мне. Кто ты? Я уверен, что знаю, как сопровождать леди. У меня достаточно большой опыт. Ты сумасшедший! Крыса сумасшедшая! Я пытаюсь выглядеть круто, придурок. Я тоже хочу красивую невесту. Он ревнует! Он ревнимая крыса! Парточку захлопни! Бегите! Блин. Ты был прав. Что? Саркастичная крыса с острым языком. Но добрая, тёплая и нежная. Он замечательный напарник, да? Я никому не говорил, кроме тебя. Ты была единственной, кто слушал. Я о тебе не докучаю. Мне нравятся твои истории. Правда? Да. Даже если появится злой дракон, в конце концов, всё равно все снова станут друзьями. И Сквич всегда рядом с тобой. Расскажи мне ещё. Если честно, я хотел бы послушать больше твоих историй. Но ты же рассказывал эти истории ради меня, не так ли? Да. Спасибо. Твои истории всегда были такими добрыми. Твои истории стали моими мечтами. Он сумасшедший! А ну подождите, придурки! Он сумасшедший! Я думала, что с тобой смогу воплотить все мои мечты в реальность. Мечты? Я бы пекла вкусный хлеб каждый день. А ты бы рисовал книжки с картинками. Деревенским детям понравились бы твои истории. Я мечтала об этом каждый день. Из меня не получился автор книжек с картинками. Без тебя я забыл, как мечтать. Я мог вспоминать только болезненное. У меня не было ничего, кроме сожалений. Когда я был с тобой, каждый день был настолько прекрасен, что я не мог отличить мечты от реальности. Но сейчас тебя больше нет. Мы ничего не можем поделать, Жан. Каждая новая встреча – это начало прощания. И каждое прощание – начало новой встречи. Без тебя я не могу мечтать. Ты была моим... Ты был моим спасением. Ты спас меня. Ты взял меня за руку и вывел из этой комнаты. Совсем как настоящий принц. Ты всегда улыбалась мне. И это делало меня счастливым. Но была ли ты по-настоящему счастлива? Ты правда была счастлива со мной? Если бы я не забрал тебя, ты все еще могла бы быть... Я была счастлива. Я не умела мечтать, пока ты не показал мне все эти миры. Когда я являлась с тобой своими мечтами, всегда один и тот же старый мир каждый день становился для меня новым. Я была так счастлива, когда была с тобой. Я понимаю. Давайте есть! Прости, что я не часто бываю дома. Ничего. Как долго? Тебя не будет из-за следующего путешествия. Мой целитель на этой поездке часто меняет свое мнение. Я, наверное, надолго. Но я вернусь к зиме. К зиме? Да. Интересно, насколько ты вырастешь, когда я вернусь? Не обращайся со мной, как с ребенком. Но я действительно волнуюсь. У него маленький сын, о котором нужно подумать, а он по-прежнему пропадает в своих путешествиях. Папа, ты лжец. Ю-сан! Ю-сан! Что тут написано? А, тут написано... Спасибо! Теперь я смогу прочитать остальную часть книги. Ю-сан! На улице чудесная погода! Давай выйдем на улицу! Нет. В книге сказано, что сидеть дома весь день неинтересно. И я хочу на улицу! И мне будет одиноко там без тебя! Ладно. Спасибо! Ю-сан! Не плачь! Я не плачу! Должна быть причина, почему этот монстр укусил тебя. Я не знаю, почему. Мы так долго дружили. Папа! Ты лжец! Ю-сан! Ты не спишь? Я в порядке. Тогда почитай со мной книжку. Я прочитаю тебе новую книгу о привидениях. Почему ты читаешь мне страшную книжку с картинками, когда я не могу уснуть? Разве истории про призраков страшные? Мне не страшно. Тогда я сама тебе почитаю. Только закрой глаза! Не обращайся со мной, как с ребёнком. Ты же не бросишь меня, правда, Мерк? Моё место рядом с тобой, Ю-сан. Мы всегда будем вместе. Да. Да. Ю-сан! Ю-сан! Я... Что произошло? Я снова пережил все воспоминания, связанные с детством. Папа не вернулся той зимой. И мне было так одиноко. Почему тебе снилось что-то подобное? Я не знаю. Ю-сан, смотри! Этот мальчик! Это монстр! Ю-сан! Это исцелённый монстр! Тот плюшевый зверёк, которого я сделала. Спасибо, что отдала его ей. Я хотела сама ей подарить, но... Ты, я, она... Я хотела почитать книжки с картинками, которые вы сделали вместе. Я хотела, чтобы она испытывала те прекрасные сны, которые ты создал. Я не знаю, как мечтать. Или что с ней делать. Я не знаю, как с ней разговаривать. Я не могу быть ей как отец или мать. Я не знаю, чего она хочет. Ты сказала, что была бы счастлива со мной. Но чувствует ли она что-то похожее? Мне так не кажется. Важно лишь то, любишь ты её или нет. Конечно, люблю. Тогда... Помечтай вместе с ней. Увидьте одни и те же сны. Погелитесь ими друг с другом. Не беспокойся. Ваши мечты всегда будут внутри вас. Запомни это. Слушай голос. И взывай к нему. Тогда мечты всегда будут рядом. Это так мило. Это... Моя комната? Должно быть, да. Это рисунки твоей семьи? Ага. Это папа обнимает меня, когда я маленькая. А рядом дядя Люциано. Почему он плачет? Потому что ему было грустно, когда я родилась, я уверена. Почему? Потому что мама умерла из-за меня. Это твой отец так сказал? Нет. Но... Папа меня не любит. Папа никогда не говорил со мной. Так что... Я даже не знаю, что он думает обо мне. Он не будет читать мне сказки с книжек с картинками. Он не такой отец. Как в тех книжках. Может... Я буду счастлива с мистером? Она... Захочет остаться со мной. Это то, что вы с ней должны решить. А сейчас ты спас принцессу. И история закончилась. Тебе стоит спешить к следующему приключению. Пришло время спасти новую принцессу. Ты должен проснуться от своего сна. Мне понадобится будильник. Звуки чаши и ковша. Или руки, которые меня встряхнут. Или, может, свет утреннего солнца? Свет прячется прямо здесь. Ты сохранил мой блестящий камень, да? Возьми его в руку и уходи. Ты единственный, кто сможет. Ты заметил? В этом мире можно стать тем, кем захочешь. Но ты всегда оставался тем, кем был. Тем, кого она знает. Ты всегда знал, чего хочешь. Не делай такое лицо. Я всегда рядом с тобой. Пока ты мечтаешь, мы всегда будем рядом. И однажды мы разделим эту мечту. Я буду ждать этого дня. Я был готов умереть здесь. Если бы таково было твое желание. Врунишка, ты знаешь, что не можешь этого сделать. Держи. Отдолжи мою рапиру. Разбей его. Спасибо. Прощай. Элионор. Ты тоже живешь в одиночестве? Разве тебе не одиноко? Видишь ли, я слышу голос. А я нет. Ну, конечно. Ты закрыла уши руками. Ты возвела вокруг своего сердца крепкие стены и оставила лишь крохотную дверку. Но не стоит беспокоиться. Пока есть дверь, ты всегда можешь уйти. Закрой глаза и прислушайся к голосу. Позови его. Я слышу его. Я слышу... Папа. Папа! Так эта девочка и есть новая принцесса. Ищешь моего напарника? Я отведу тебя к нему. Сквик! Казетта! Папа! С дороги! Принцесса! Папа! Папа! Я не позволю тебе забрать ее. Ты оставил ее одну. Чего ты добиваешься? Ты действительно этого хочешь? Если нет, то я не позволю тебе забрать ее. Если она не хочет, чтобы ты забрал ее, она навсегда останется одна в печальном мире. Мы сами решим, так ли это грустно. Я не оставлю ее одну в мире грез. Она моя дочь. Когда она впервые схватила меня за палец, она стала частью семьи, о которой мы с женой мечтали. Я... Я... больше не хочу быть один. Кто я? Почему я здесь? Мистер... Кого мне теперь ждать? Кто? Это... Блестящий камень? Доставка для вас. Шторию. Эй, Шторию. Что? На уроках по этикету есть экзамен по сопровождению леди. Потребляйся со мной. Конечно. Как пожелаете, мастер. Эй, Шторию. Что? Давай когда-нибудь попутешествуем по миру вместе. Это восхитительная идея. Сейчас я постоянно занимаюсь и не успеваю выходить на улицу. Но я знаю, что с тобой точно смогу отправиться в чудесное путешествие. Обещаю. Да. Эй. Шторию. Что? Прости меня. Я дал тебе обещание. Но не думаю, что смогу его выполнить. Не переживай. Если ты не сможешь двигаться, я пронесу тебя по всему миру. Ты же видишь, что я больше тебя. Тебя будет несложно нести на руках. И ты так усердно учился сопровождению. Я не девушка. Ты скоро поправишься. Я знаю это. Тогда мы сможем путешествовать по миру и увидим всё. Да. Когда-нибудь... Это было бы похоже на мечту, но если она когда-нибудь сбудется... Эй. Спасибо, что был моим... другом. Ты... был моим единственным другом. Я жду дня, когда мы сможем сдержать обещание. Теперь я наконец-то могу сдержать своё обещание. Вперёд! Мы будем путешествовать по миру вместе! Ты ведь тоже одинок, да? Спасибо. Ты всегда позволял мне видеть эти мечты. И теперь у меня есть мечта для тебя. Казетта. Подарок для тебя. Если ты когда-нибудь снова захочешь мечтать, этот фонарь осветит твой путь, но он может тебе никогда не понадобиться. Я не врал, когда говорил, что хочу с тобой создавать новые мечты. Да. Атасья тоже. Что ж, время сказать прощай. Тогда вперёд, пока мы не увидим все сны, которые только существуют. Это восхитительно. Это свет разбитых блестящих камней. Я встретилась. Со Сквиком, папа. Мы с ним были известной парой авантюристов. Мы даже победили огнедышащего дракона. Правда? Да. Мы летали в волшебных сапогах и бросили вызов голему, чтобы достать легендарную рапиру. А в другой раз мы плыли через море звёзд. В моих мечтах это было именно так. Когда я проснусь, я больше не увижу Сквика. Увидишь? Я буду рассказывать тебе о наших приключениях перед сном. Договорились. Вы в порядке? Жантор! Козетта! Ты выглядишь немного глупо, дядя. Вот так, значит. Я пошутила. Спасибо, что пришёл спасти меня. Итак, призраки были иллюзиями, созданными этим монстром. Может, он чувствовал себя одиноким в этом замке? Уверена, что так и было. Но Ю-сан, даже если призраки были фальшивкой, что насчёт мальчика с блестящим камнем? Думаешь, он действительно был? Теперь ты не будешь сегодня спать, Ю-сан. Не обращайся со мной, как с ребёнком. Это я, Чичи. Это я, Чача. Какая трогательная история семейной любви. Я уверена, что теперь они все будут есть вкусные рагу. В следующем эпизоде король жертвенных песен и его в клетке. Ты хотя бы попытался понять, где твоё место? Что происходит? Что там? Селина! Эй, что здесь происходит? Он попросил Селину сон стать его девушкой. И подарил ей кольцо вместо песни. Что? Даже не маленькую мелодию любви? Как он мог подумать, что это сработает на Диви? Вот именно. Селина сама гордость птичьего народа. У неё прекрасная внешность и великолепный голос. Мне неприятно это говорить, но он не достоин её. Я бы ни за что не приняла руку человека в таком наряде, который даже петь не умеет. Приятного вам дня. Селина. Селина! Так это и есть партицию! Он даже красивее, чем я себе представляла! Такое чувство, будто тебе правда здесь очень нравится, Мирк. Да! Джамо-сан сказал, что мы пробудем здесь дольше обычного. Давай не будем торопиться и осмотримся. Что случилось? Ты действительно взволнована за путешествия? Интересно, значит, верно, что будет дождь? Не думаю. Билеты на первый концерт новой Дивы уже в продаже. Мы не слышали голос Дивы со времён последнего концерта селены самой. И она так долго не выступала. Я слышала, что Гива Антель не просто хороший певец. Он тоже великолепен. Они очень взволнованы. Ага. Я не могу выбраться! Юшан! Там кто-то планет! Э? Осторожно! Ты в порядке? Спасибо вам, что помогли мне. Я Форна. Я совсем недавно приехала из другой страны. Чёрт! Мой акцент, наверное, звучит просто ужасно, да? Нет, просто... Твой голос... Действительно прекрасен. Единственное, что нравилось во мне моим родственникам. Твой голос... Твой голос... Под yardок лежал... Твой голос... Что? Что случилось? А! Простите! Эта песня была просто ужасна, да? Нет, вовсе нет. Мы очень удивились, что ты так внезапно начала петь и танцевать. Правда? Но разве люди не поют, когда они счастливы? Так вот так вы даже не поёте мелодию любви? Мелодию? Любви? Если бы ты сделала это в королевстве, ты бы напугала людей. Ага. Людей не приглашают на свидание песнями. Правда? Но все люди разные, да? Да. Конечно. Ладно, Фурно-сан, увидимся позже. Надеюсь, в следующий раз ты получишь билеты. Спасибо, я сделаю всё возможное. Они не испаркиться, но я уже рада, что завела ещё несколько новых друзей. Вы же... И Василина? Сыщи. Она очень милая и старомодная девочка. Я думаю, мы могли бы поработать с веснушками. Мне нужна твоя помощь кое с чем. Мо... моя помощь... Именно. Сама дива нуждается в тебе. Сначала успокойся за чаем с кексиками, договорились? Теперь мы пойдём в художественный музей. Ладно. Но этот музей тоже выглядит неплохо. Концертные программы. Концертные программы рано поступили в продажу. Концертные программы поступили в продажу. Опять эти ребята? Ограниченный кираж. Тогда их точно надо купить. Беги! Нет времени! Секретная техника! Закройся, моя крышка! Ты в порядке? Да, а ты... И прости, что так получилось, Тото. Все в порядке? Помогите! Я... Я... В особняке... Гива Селены. Держи. Сначала выпей, чтобы горло не пересохло. Спасибо вам огромное. Я... Не люблю болтовню. Поэтому перейду сразу к делу. Хорошо. Я хочу, чтобы ты заняла моё место. Заняла... Ваше место? Да. Заняла моё место. Может, ты и не заметила, но твой голос похож на голос Селены. Всё, что нам от тебя нужно, это твой голос. Ты пела на площади, правильно? Когда я услышал тебя, то понял, что ты особенная. Конечно, я имею в виду в качестве дублёра. Селена будет стоять на сцене, а ты будешь... Стоять рядом с ней и петь? Браво! Именно так. Но на последнем концерте ваш голос был просто великолепен. Почему? Это... Не то, что тебе нужно знать прямо сейчас, не так ли? Я хочу услышать ответ. Да или нет? Ну... Да или нет? Ну... Думаю, да. Я рада. Спасибо тебе. Всё в порядке, Люпи. Ты позаботишься обо всём остальном. Так, что мне делать? Мисс Форна, позвольте представиться. Я Люпи. Продюсер, мастер степа, композитор и конферансье. И с этого момента я буду твоим тренером. Папа! Моя работа – превращать грязь в чистую воду. Ты не станешь исключением. Не беспокойся. Предоставь это мне, и ты станешь певицей, которая будет завидовать весь Партицио! Весь Партицио! Да? Блин. Это отстой. Да-га. Слишком темно, чтобы осмотреться. Но это похоже на большую канализацию. И как нам вернуться обратно наверх? Придётся поискать лестницу. Эм... К... Кто-то? Эм... Ну... Мы столкнулись с такой покупателем и оказались здесь! Я прошу прощения за это. У тебя нет причины извиняться. Может, но я хочу... Ты знаешь эти канализации? Да. Однажды я пришёл сюда ловить жуков. Жуков? Иногда сюда спускаются светлячки. Монтера Куэнстер! Да. Нет. Мне нужно остановить её. Монтера Куэнстер! Мол, говорящий монстр! Твои ция. Это монстр? Это похоже на большой драгоценный камень. Ты та безрассудная молодая птица. Да. Я так долго тебя ждала. Потребовалось время, чтобы получить то, что ты хотела. Скоро ты будешь свободна. Но когда это случится, сдержи свое обещание. Отдай ей этот бонус. Молодая птица, держи мою любовь. Мне плевать на эту высокомерную девушку, но так как ты был добр прийти ко мне до дня нашего обещания, то сейчас я кивну. Но я не могу больше ждать. Я начала постепенно исчезать. Да. Прости. Я знаю, это немного странно. Все в порядке, но... Что это за монстр? О, я просто кое-что пообещал в Айции. Ой, нет. Уже давно пора репетировать. Репетировать? Репетировать? Антель, подожди. Извините. Я покажу вам выход. Идите за мной. Хорошо. Хорошо, на сегодня все. Но если быть честным, то некоторые детали требуют доработки. Но ты за последние несколько дней хорошо улучшила свои навыки, Форна. Правда? Это потому, что вы хороший учитель? Это правда. Ни одна другая птица не может учить так хорошо, как я. Ладно, идем. Куда? На сцену, что рядом. Пойдем послушаем лучшие голосы в мире. Новый концерт Дивы? Но разве билеты не распродали? За кого ты меня принимаешь? Программки. Получите ваши программки здесь. Похоже, это то самое место. Вау, вип-места. Это действительно нормально. Парень, которого мы встретили в канализации, дал нам билеты. Он такой щедрый человек. Ю, Мерк. Форна-сан, так много времени прошло, это просто ужасно. Я так счастлива снова видеть вас всех. Твои друзья? Они первые друзья, которых я завела после того, как приехала в партицию. Понимаю. Я Люпи, горячий продюсер. Рад видеть вас. Привет. Ю-сан, сейчас начнётся! Хорошо, хорошо. Я узнаю этот её подозрительный наряд везде. Селена-сан. Что здесь происходит? Она выглядит грустной. Начинается? Правда? Наконец-то началось. Так прекрасно. Монстры помогают обустраивать сцену. Люпи-сан, это часть представления? Нет. Этот голос. Почему мой голос? Монстры вышли из-под контроля. Почему монстры нападают на нас? Ю-сан! Ну-ка. Продолжение следует... 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 Доброго утра. Почему бы нам не позавтракать? Вы уже уходите? Стая улетает, да? Сегодня идеальный день для начала путешествия. Пытаетесь меня успокоить? Не волнуйтесь, я же с братом. Давайте, давайте. Если отстанете от стаи, то у вас будут большие проблемы. Счастливого шестнадцатилетия, Ультас. Сегодня святая столица по-прежнему самый прекрасный город в мире. Джамо, 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 Джамо. Джамо? Это... Что случилось? Страна Неба! Вау! Как может летать целый континент? Понятия не имею. Это наш следующий пункт назначения? Нет, в Стране Неба вести дела не получится. Нет никакой возможности туда подняться. Думаю, это слишком даже для тебя, Джамо-сан. К тому же, у нас и так достаточно вещей, которые я купил. Я возвращаюсь в королевство. Понимаю. В королевство, да. Может, я повидаюсь с мамой? Мерк, перед тобой! Ты не сможешь святить из меня гнезда! Мерк! Мерк, ты в порядке? Ио-сан, спасибо! Но ты меня вообще не спас! Я знаю! Как далеко, по-твоему, они собрались? Пести Адуно, уберите их отсюда! Как прикажете Фейлисома! О, нет! Командир! Проверь сама! Не опускай меча ради молитвы. Наши клинки — вторая пара крыльев, дарованных нам богом. Не дайте монстрам сделать ни шагу в сторону Святого Дворца. Так точно. Только не говорите мне. Нет. Пожиратель облаков? Я разберусь с ним. Это безумие, командир! Командир! Пожиратель облаков! Командир! Сейчас идеальный шанс изловить этих вредителей! Не преследуйте их! Наша работа — защищать Святую Столицу. Но мы не знаем, когда они нападут сно... Мы каким-то чудом выжили! Командир! Вам нельзя трогать землян! П-привет! Земные грехи заразят вас, и вы потеряете божью защиту! Не делайте этого! Ты успокоил пожирателей облаков, верно? Нет. Благодарю, мальчик-целитель. Целитель? Но землян сюда не пускают. Эм, простите. Я не хотел сюда прилететь. Это правда! Господин Граунс сбросил нас! Г-говорящая вода? Вы... Вы благословенные небесами! Святая вода! Святая вода? Вода — это благо, дарованное нам небесами. Сегодня день Святой Мишели! Бог должен был послать тебя сюда, чтобы освободить от порочных рук земли! Святая вода? Бог послал своего слугу! Вестник Божий, не спосланный, чтобы отпраздновать День Святой Мишели! Мерк, Святая вода? Если Бог послал вас, мы должны немедленно отвезти вас к ее святейшеству! Подождите, я не вода! Я даже не знаю, кто я! Значит, ты ничего не помнишь до того момента, как Бог послал тебя сюда? Это проблема. Я уверена, что ее святейшество знает, чем является. Святая вода! Эм... Но ты такая красивая! Фейли, отведи мальчика на изолированный остров. Так точно, сэр? Я возьму святую воду с собой! Ну? Иди сюда! Юсен! Мы не причиним тебе вреда. Ладно. Сначала я отправлюсь на изолированный остров. Приведи туда мальчика позже. Есть, сэр! Мерк! Юсен! Гадство! Должно быть ужасно не иметь крыльев. Что это за место? Место для размещения преступников. Кажется, его никогда не использовали. Преступников? Молодец. Как ты добрался сюда так быстро? Сначала мы должны поговорить с ее святейшеством. Тогда я поговорю с ним еще немного. Ладно. Подождите! Что будет с Мерк? Если ее святейшество согласится с тем, что она святая вода, ты больше не сможешь быть с ней? Эле! Извините, мне просто жаль его. Если Мерк действительно имеет какое-то отношение к Богу Страны Неба... Нет. Даже если это так, я... Во-первых, я должен выяснить, как отсюда выбраться. Вот это сюрприз! Ты планируешь выбраться отсюда? Ты мой новый сосед. Сосед? Так сказал мой брат. Прости, но мне нужно идти. Мы не можем летать, поэтому не можем выбраться. Мы? У тебя нет крыльев? Только заметил? Значит, у землян даже нет глаз, чтобы видеть. Разве ты не один из небесных людей? Видишь этот нимб, да? Это доказательство того, что я из них. Тогда почему? У меня никогда не было крыльев. Наверное, Бог забыл дать их мне. Я не знаю, почему ты здесь, но, скорее всего, здесь и останешься, пока не умрешь. Нет, я выберусь. Я должен найти своего друга. Ты серьезно? Да. Тогда ты можешь взять меня с собой? Святая вода! Прости, что трясла тебя по дороге сюда. Ты в порядке? Ага. Но я хочу, чтобы ты отправила меня обратно к Нью-Сану. Земляне в любом случае остаются преступниками, которым нет Божьего прощения. Мы не можем позволить тебе остаться с кем-то из них. Это недоразумение! Прости за неудобства. Но не беспокойся. Ее святейшество поможет тебе. Отлично. Тогда я встречусь с вашим святейшеством. Спасибо. Не упади. У землян плохое зрение. Возьми. Специальная услуга для тебя. Спасибо. Подожди. Я тебе еще не представился. Я Ю. Я Ультас. Эй, не подходи ко мне ближе, чем на метр. Или грехи землян заразят меня. Сегодня народу больше, чем обычно. Сегодня день какого-то там святого. Святой Ситремии. Я читал в учебнике истории, что она жила в Святом Дворце несколько веков назад. Я думал, это имя произносится проще. Город будто сияет. В ясные дни свет отражается от тыльев тех, кто летает. И кажется, что Святая Столица сияет. Я могу только представлять, как с ними весело летать. Я много об этом думаю. Давай разберемся с этим. Я помогу тебе найти твоего друга. А ты взамен поможешь мне достать крылья. Ладно. Я согласен. Это сделка. Итак, где они? Я не знаю. Тогда как нам выбраться с острова? Я думаю об этом. Это обман, лжец! В этом ваша проблема, земляне. Я был уверен, что у тебя есть план. Как бы я это сделал? Я еще только думаю об этом. По территории вокруг башни путешествуют монстры. На ней есть заклинание, которое заставляет их держаться поодаль. Но если выйдешь, то быстро станешь едой. Эй! Монстр приближается сюда! Это ты виноват! Помоги нам. Эй! Он собирается нас подвезти! Ты его исцелил? Ты целитель? Разве похож? Последнее мог бы и не говорить. Эй! Так мы летим? Да. Да. День Святой Мишели 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 Мне не хватает сил, чтобы взмахнуть этими тяжёлыми крыльями, поэтому я не могу летать. И мне трудно долго ходить или просто стоять, без посторонней помощи. Ваше святейшество, я тоже мало что могу сделать в одиночку. Зови меня Мишеля. Спасибо вам. Что случилось, Мерксан? Я... действительно? Святая вода этой страны. Извини. Боюсь я ничего, об этом не знаю. Но они сказали, что ты знаешь. Мне правда жаль. Тот Йоусан, о котором ты говорила, твой друг? Да? У меня нет никаких воспоминаний до того, как я встретила его. И чтобы вернуть мои воспоминания, Йоусан отправился в путешествие, несмотря на то, что он ненавидит монстров. Пожалуйста, помоги им. Ты действительно заботишься о своём друге, не так ли? Я хочу услышать больше о ваших путешествиях. Мерксан, могу ли я познакомиться с этим Йоусан? Я хочу знать. Должно быть, это воля Божья привела вас сюда с земли. И... Ваше святейшество! Равиаль сама здесь! Ваше святейшество, я пришёл сообщить кое-что. Очень вовремя. Равиаль, я слышала, что вы послали землянина на изолированный остров. Да. Прошу простить, но я хочу, чтобы вы привели его сюда. Вы уверены? Да. Ясно. Будет исполнено. Подождите! Прошу прощения. Я не должна здесь говорить. Но вы святое создание, поэтому не должны прикасаться грехам землян. Или Бог заберёт ваши крылья. Именно поэтому я хочу знать. Я вернусь. Ваше святейшество! Пришло время богословить людей! Отлично! Ни о чём не беспокойся. Равиаль не будет истязать твоего друга только потому, что тот землянин. У нас нет один и тот же секрет. Юза! Не могу поверить, что её святейшество пожелало встретиться с землянином. Но сейчас самое время. Пожалуйста, не натвори глупостей. Мой маленький брат. Этот прекрасный день, эта святая ночь, будут названы Днём Святой Мишели и объявлены праздником. Рыцари Святого Дворца будут работать ещё усерднее, чтобы никто не навредил её святейшеству. Пусть Эй, надо игроки плакать. Пожалуйста. Что нам делать, Равиаль? Я знаю подходящее место. Место, где никто не бывает, где никто не навредит им, о котором никто не знает. Отлично, идём. Поспеши, фестиваль скоро закончится. Командир, это… Пошлите гонца ко всем стражам Святого Творца. Есть вероятность, что один из землян вошел в священный город. Найдите их, несмотря ни на что, прежде чем они столкнутся с людьми в городе. Да! Но ее святейшество просило не причинять им вреда. Понял. Если бы ты остался здесь, в башне, я смог бы защитить тебя. Ультус… Внезапно стало холодно… Я и не знал, что вы так мерзнете из-за дождя. Давай немного отдохнем, пока дождь не утихнет. Мы же только начали. Этот дождь сделает только хуже твоей ноги. Блин… Как только он прекратится, мы купим обувь. Ты мне не нравишься. Чего бы… всего лишь половина. Я бы хотел сказать, не подходи ко мне ближе, чем на метр, но… Спасибо. Кстати… Как ты собирался получить крылья? Я просто… Просто подумал об этом. Ты мне доставляешь слишком много хлопот. Я никогда не был за пределами этой башни. Откуда мне знать? Хорошо. Мы начнем собирать информацию, пока будем покупать обувь. Но… Что ты будешь делать, если ты не сможешь получить крылья? Вернусь в башню. Есть много городов на поверхности, которые так же красивы, как святой город. Не лги мне. Это правда. Я сам там побывал. С этим… твоим другом? Да. Что? Это твой друг так важен? Конечно. Но… Тебя могут поймать. Она все еще важна для меня. В любом случае, есть много красивых мест за пределами этой страны. Земля до сих пор не получила прощения за свои грехи. Я не могу в это поверить. Ты такой упрямый. Отдохнем, пока дождь не закончится. Дождевые облака вернулись, когда пожиратель облаков ушел. Бог принес нам дождь. Спасибо. Наши товарищи, страдающие от боли, ваши молитвы были услышаны Мишелей. Чизи не понимает, о чем думает ее святейшество, когда говорит, что хочет встретиться с кем-то с поверхности. Вам нельзя прикасаться к грехам землян. Бог может забрать ваши крылья. Я служу ей три года. И я ничего не знаю о том, что у нее на сердце. Вход в город находится прямо там, но… Разве нет другого пути? Здесь нет ничего, кроме скал. М-монстры! Ты уверен, что это правильный путь? Да, я каждый день смотрел с башни на этот город. Я знаю дорогу. Вот оно что. Это место здесь. Но мы не сможем войти без крыльев. Эй! Да. Думаю, это сработает. Что ты делаешь? Даже если ты не можешь летать, у тебя есть ноги, поэтому можно просто залезть на стену. З-залезть? Не говори мне, что ты не можешь взобраться на такую стену. К-конечно могу! Вот так просто. А, прости. Не похоже, что это искренне. Они с подозрением отнесутся к землянину. Оставайся здесь. Разве тебе не надо узнать, как совершаются покупки, чтобы купить что-то впервые? Нужно просто заплатить деньги, правильно? Эй! У него вообще есть деньги? Добро пожаловать! Эм… Эм… Я повредил ногу и крылья в результате несчастного случая. О боже! Бедный мальчик! Так что, если бы я мог достать пару туфель… Туфель, да? Подожди секунду. Вот. Держи. Возьми их. А… Точно. Деньги. Сколько они стоят? Все нормально. Все нормально. Должно быть, ужасно было повредить крылья. И, наверное, было не очень весело бегать под дождем. Не унывай, малыш. За… Спасибо. Все нормально. Думаю, это сработало. Малыш, сегодня День Святой Мишели, так что иди к ее святейшеству и попроси помочь тебе. День Святой Мишели? Ее святейшество передаст Богу любое послание от людей неба, пока они верят. Хочешь, я попрошу мужа отнести к его в Святой Дворец? Спасибо, но я здесь кое с кем. Большое спасибо за обувь. Будь осторожнее. Ты подслушивал, да? Я… я, Биби, испокоился. Но тебе не следовало этого делать. Кстати, кто такое ее святейшество? Они отвели к ней мир. Ее святейшество – самый близкий к Богу человек. Ее задача – донести наши просьбы до Бога. Значит, твой друг в Святом Дворце… Думаешь, она сможет исполнить твое желание про крылья? Может быть… Ближе, чем на метр. Сейчас не время. Что-то ищете? Нет, я просто проходил мимо. Не беспокойтесь обо мне. О, хорошо. У команды еще востраживаем Святого Дворца. Есть младший брат? Нет, а что? В магазин сейчас заходил ребенок. И он был точь-в-точь как командир, когда был маленьким. Но у командира нет младшего брата. Нет? Давай поторопимся во дворец. Да. Если мы заберемся наверх, то сможем добраться до Дворца. Заберемся? Ты же не собираешься сказать мне, что не сможешь этого сделать? Конечно, могу. Тогда давай. О… О… Вы проснулись? Мерк-сан, мне жаль, что я оставила тебя одно. Ничего страшного. Мы, наверное, устали от всех этих молитв. Я в порядке. О… Мерк-сан. Знаешь, почему меня назвали Святой Девой и привезли сюда? Эти крылья – знак Божьей любви. Мне всегда говорили, что даже если сейчас я не могу их сдвинуть, когда-нибудь я вырасту и смогу ими взмахнуть, чтобы улететь к Господу. Но, Мерк-сан… Сколько бы… времени не прошло, как бы мое тело не выросло, я не могу летать на них. Почему? Потому что… Попасть внутрь оказалось легче, чем я думал. Да черт, Эс-два… Я чуть не упал. Ты преувеличиваешь. Ну же, пойдем. П… Подожди. Люди этой страны доверяют мне свои молитвы, верят, что когда-нибудь я полечу на небо. Но… с такими тяжелыми крыльями я никогда не смогу летать. Крылья – знак того, что древние грехи прощены. Мы – небесные люди, избранные Богом и приближенные к небесам. А эти крылья привязывают меня к земле, как людей внизу. Ты пытается раздавить меня. Я хочу знать. Я хочу познать Бога, но так же сильно, как я хочу узнать Его. Я хочу избавиться от этих крыльев. Тогда… А? Отдай эти крылья мне. Девушки отдыхают… Эй! Тебе действительно нужно было так внезапно появляться… Хью-сан! Мерк! Хью-сан! Прости, что опоздал. Я как-то добрался так далеко. Это было тяжело. Боже, ты должен был приехать раньше. Прости. Да, это её сам целитель, который путешествует со мной. Эй! Расскажи мне больше об этих крыльях, от которых ты хочешь избавиться. Я пришёл сюда в надежде попросить у Бога крылья. Ты... брат... Почему ты не спускаешься оттуда, Ультос? С первым проблеском солнца крылья будут потеряны, и крылья будут обречены. Это первая магия, которую я освоила как святая дева. Я дам тебе половину этих крыльев, как ты просишь. Ваше святейшество! Что-то не так? Прошу прощения! Кто вы? Пистия. Да. Мне нужна твоя помощь кое с чем. Сейчас я исполню ритуал падения крыльев. Мне нужна твоя помощь с этим. Эй! Не подходи слишком близко к краю. Этот город так красив. Говоришь, на земле есть ничуть не хуже? Да. Он действительно красив. Со следующего года я стану одним из сияющих огней святого города. Было бы прекрасно, если бы мне 16 исполнилось завтра. Сегодня твой день рождения? Ага. С днём рождения! Счастливого 16-летия! Возможно, ты не очень хотел услышать это от меня. Это слёзы радости. Потому что я скоро от тебя избавлюсь. Но и я от них не в восторге. Ваше святейшество. Подготовка к ритуалу падения крыльев завершена. Спасибо. Писти. Вы в этом уверены? Если вы потеряете свои крылья. Бермерксан, так же, как ты ищешь свою собственную правду. Я хочу знать своё. Что случится после того, как я потеряю крылья? Я хочу узнать, даже если это будет стоить мне жизни. Таково моё желание. Желание? Бермерксан, каково твоё желание? Я... Думаю, я хочу отправиться в путешествие с Юсаном. Я не знаю, что он думает об этом. Ваше святейшество. Командир Равиэль обнаружил сбежавшего землянина. Землянина и ещё кого-то без крыльев. Один из них – это Человек-Неба. Мальчик с испорченными крыльями. То, что ты с землянином – просто совпадение? Брат. Ответь мне. Или тебя тоже арестуют. Я... Я прошу прощения. Это я. Рассказала всё Равиэль Сану. Мне всё равно, как вы меня накажете. Но... Даже если такого Божья воля... Если вы потеряете свои крылья, ваше святейшество... Это не то, чего хочет Бог. Тогда зачем? Я не понимаю. О чём вы думаете? Ваше святейшество? А так же, как ты не понимаешь меня. Если честно, я совершенно ничего не знаю о Боге. Поэтому я хочу знать наверняка Реален ли Бог? Реален ли Бог? Реален ли Бог? Всё будет хорошо. Теперь ты сможешь наконец-то стать частью святой столицы, как и хотел. Что случилось? Скажи мне держаться хотя бы на расстоянии метра, как ты всегда делаешь. Или, кажется, мне стоит просто уйти. П-подожди! Ваше святейшество! Ваше крылья! П-подожди! Девушки отдыхают Отныне я смогу любить твой мир так же сильно, как люблю мир в небе Спасибо тебе Ты мне нравишься Да Я никогда не могла его видеть Поэтому я хотела наказание Бог был здесь, в наших сердцах Все это время Мне никогда не нужны были крылья Мне нужно было не тело, а сердце В этот момент она наконец-то стала святой девой Командир, кто этот мальчик без крыльев? Мой брат Больше нет необходимости защищать его клетку Как насчет того, чтобы я просто спустился вместе с тобой, а потом бы мы путешествовали по миру вместе? Мы не можем оставить Мерк здесь Ты прав Но я хочу насладиться этим небом еще чуть-чуть Разумеется Что случилось? Облака были такими густыми, а потом пробил свет Это действительно случайность? Или неизбежная благодаря длани Божьей? В любом случае, надеюсь, что в сердце у каждого из них есть образ Божий Исполненные добра, сострадания и щедрости Я все время смотрел отсюда на святую столицу А сейчас трудно поверить, что я жил в такой маленькой комнате Но это было отличное место для жизни Здесь было безопаснее, чем где бы то ни было Но Больше я не смогу сюда вернуться Сейчас, когда я опробовал свободу полета Прости меня, брат Я ухожу Я собираюсь посмотреть мир Понимаю Но когда устанешь, то возвращайся домой, чтобы дать отдохнуть крыльям Я буду ждать тебя здесь Брат Спасибо тебе за все И прости меня Тебе пришлось отказаться от многого ради меня Лишь для того, чтобы меня защитить Не переживай об этом Это был вопрос личного выбора Я знаю Что ты на самом деле не хочешь быть командиром стражи Святого Дворца Ты сожалеешь об этом? Есть только одна вещь Есть только одна вещь, о которой я сожалею Тот факт, что я не смог отпраздновать с тобой твой день рождения Поэтому ты решил уволиться? Фейли-сан не знал, что и делать Я вернусь на свой день рождения в следующем году Когда этот день настанет, закати мне вечеринку Конечно Я ухожу Если вам когда-нибудь понадобится моя помощь Не стесняйтесь обратиться Отныне Я хочу делать все, что в моих силах Не просто Передавать молитвы Богу Если я смогу чем-то помочь, то и меня позови Не то, чтобы я много могу сделать в одиночку Нет Ты понятия не имеешь, как много для меня значит Твое появление здесь Просто то, что ты рядом и готова меня выслушать Поддерживало меня Может быть Так чувствовали себя люди Которые возносили мне свои молитвы Я уверена, что есть что-то, что можешь сделать только ты Спасибо вам Пусть Бог присматривает за вами В вашем путешествии Спасибо Ладно, идём Хорошо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Мы вернулись! Я так рад! Подожди, подожди! Ладно, я пошёл. Конечно! Спасибо тебе за всё! Спасибо! Когда встретимся в следующий раз, давай путешествовать вместе. Да, до скорой встречи! Отлично! Мы возвращаемся в королевство! Отлично! Отлично! Целитель и друг в бутылке Вот и всё! Спасибо! Ты спас мне жизнь! Джамо-сан, когда поедете в следующий раз? Ну, понимаешь... Похоже, мой фургон в худшем состоянии, чем я думал. Это было действительно долгое путешествие, поэтому я решил починить его. Сколько времени это займёт? Я не знаю, но это займёт некоторое время. Понимаю. Мы прощаемся ненадолго. Да? Спасибо тебе за всё. Берегись, Леар-я-моё. Я помню вас! Это пушистик! О, это вы, ребята! Те, что из универсального магазина? Прошло столько времени! Конечно! Так вы вернулись! Ага. О! Так теперь у тебя с монстрами всё в порядке, да? Да. Ты подрос с тех пор, как мы виделись в последний раз. Вернули Миргчан её воспоминания. Нет. К сожалению. Но вы же понимали, что их не так-то легко найти. Мы вернулись к тому, с чего начали. Нет необходимости в спешке, мисс. Всему своё время. Он говорит, что это важная часть удовольствия от путешествия. Спасибо. До свидания. Заглядывай в магазин. Спасибо. Мы вернулись в королевство, так что пойдём домой. Мы можем поесть маминой домашней еды и подумать, что делать дальше. Хорошо. Если подумать, то-то никогда не был у меня дома, не так ли? Уверена, твоя мама подумает, что это закуска, которую ты притащил домой. Мой. Мы вернулись! Йо! Мы вернулись! Что случилось? Вы меня напугали! С возвращением! Ты немного подрос? Я не могу дышать. Я просто давно не был дома. Ты почти не посылал писем? Прости. Кто это? Это Тото. Трудно поверить, что ты вернулся с монстром. Ты начинаешь походить на своего отца? Мне ещё многое предстоит сделать. Это было здорово! Я объелся. Ты уезжаешь в другое путешествие? Ну, я останусь дома на некоторое время. Хорошо. Йо-сан! Мам, ты не видела Йо-сана? Йо? Нет. Он всё ещё в постели? Его там нет. А ещё я не вижу Тото. Боже, куда он мог пойти, если оставил дома такую прелестную девушку, как я? Думаю, ему не понравилось, что я заставила его отправиться в путешествие, чтобы найти мои воспоминания. Добрый день. Спасибо, что всегда приносишь мне это. Увидимся в следующий раз. Га-дэ-рэ-сан! Мне нужна ваша помощь! Ю-сан, правда, пошёл этим путём? Я никогда раньше здесь не была. Прошу прощения, что побеспокоила вас, пока вы работали. Спасибо! Я перехитрила тебя, Йо-сан. Время узнать, что ты забыл в этой пещере. Я не знаю, что ты забыл в этой пещере. Слишком темно, ничего не видно. Нетрудно представить, что здесь есть монстры. Интересно, Мерк что-то подозревает? Надеюсь, моё исчезновение не натолкнуло её на какие-нибудь странные мысли. Дождь? Было бы неплохо, прекратившим к тому времени, как мы уйдём. Интересно, смогу ли я найти парочку Кроувисов и выпросить у них несколько драгоценных камней? Юзан! Я хочу встретиться с этим монстром! Монстром? Это блестящий монстр, которого зовут Кроувис! Он был в списке 100 монстров, которых обязательно надо увидеть! И он тоже живёт недалеко отсюда! Он должен сиять, как кольцо! Я хочу встретиться с ним когда-нибудь! Внимание! Меня это не интересует! Пойдём вместе посмотрим! Ну, Тото... Что там? Юзан! Тото! Где вы? Это выход! Это дождь! И это не выход, а тупик! Я потерялась! Этот звук? Кроувисы? Что? Это Кроувис? Выглядит совсем не так, как в книге! А, понял! Его ногу придавило камнем, и он не может двигаться! Но сначала... Мне нужно успокоиться! har reca wandering на блоге 뭐� bạn? Х아아, на юг! Ты меня не могу... Я не буду жить, сделать! Сколько это сейчас! Ты меня не получаешь случилось? Я не могу быть! Субтитры сделал DimaTorzok Все, теперь ты свободен Что? Тото? Боже Я шла и шла, пока не добралась сюда Но думаю, что ничего не могу сделать самостоятельно Эй! Куда ты нас ведёшь? Выход? Идти в путешествие Не идти Идти в путешествие Не идти Идти Что ты здесь делаешь? Я знаю Что ты на самом деле не хочешь отправляться в путешествие Мик Если ты говоришь это не только ради меня То выйди и скажи это Нет необходимости отправляться в опасное путешествие Только ради меня После этого путешествия Я впервые задумался о том, что хочу осуществить мечту отца Благодаря тебе я смог Измениться Ты взяла меня Посмотреть мир Поэтому, Мерк Давай отправимся в путешествие вместе Твои руки стали такими большими Если ты меня приглашаешь Я не вижу причин отказываться Спасибо тебе Нет, спасибо тебе Я рада Что встретила тебя Йо-сан Я тоже рад, что встретила тебя Зачем ты вообще сюда пришел? Ну, ты знаешь Сегодня Твой день рождения Я решил это Когда был ребенком Это был день Когда ты впервые улыбнулась Во время разговора со мной Это прекрасно Эти цветы Меняют цвет на солнце Это то, что Кроувис хотел мне показать? Йо-сан Ты хотел, чтобы я это увидела? Конечно Верно, Тото Подыграй мне Мерк С днем рождения Эй Почему ты уезжаешь в путешествие, папа? Это потому что мама страшная? Однозначно нет Хотя я купил ей кольцо Чтобы задобрить Тогда почему? Но Потому что Пока я путешествую Я ищу Место, где монстры и люди Смогут жить вместе История Мерк Режиссер Оидзаки Фумитоси Авторы сценария Оидзаки Фумитоси Утида Хироки Амамия Хитоми Акао Деко Художники-постановщики Куга Юмико Анми Каори Сугимура Цзюнко Дизайн персонажей Окияма Юкико Арай Хиратоси Дизайн монстров Карурира Кукусиму Ахидеки Композиторы Ямада Митзуки Касай Ямато Аниматоры Окияма Юкико Арай Хиратоси Сибуя Сакая Продюсеры Исугай Нуримото Кавахито Кензиро Каэдзю Тяки Огуро Митстоси Окамура Такэма Курибата Тосиюки Монтаж Сайто Акаи Производство Encourage Films На русский язык Сериал озвучен В рамках проекта Animedia.tv Роли озвучивали Мизида, Меллирина И Сеткид Работа со звуком Сеткид Техническая поддержка Ребор Перевод предоставлен Проектом Медуза Сап Спасибо, что смотрите аниме Вместе с нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Мы получили новую работу в караване Ага Магу дождаться Чтобы увидеть С кем мы путешествуем В этот раз Ага Дваджа Мусана? Это Маджа Мой брат-близнец Приятно познакомиться Близнец Мы просто искали Нового целителя Который охранял бы нас Ты нам ужасно поможешь. Ладно, поехали. Да. Поехали. Давайте отлично проведем время. Да. Продолжение следует...